Письма Варгу 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 Письма Варг Письма Варгу Письма Варг Письма Варг Письма Варг Я полностью здоров, а некоторое время назад даже прошел психиатрическую экспертизу и признан вменяемым официально. Итак, на основании того, что я являюсь реинкарнацией Наполеона Бонапарда, а он, соответственно, был последним легитимным правителем Франции, я планирую в скором времени захватить власть во Франции, и я надеюсь, дорогой Варк, что вы поможете мне, что вы вступите в мою команду, естественно, на взаимовыгодных условиях. Я бы хотел, дорогой Варк, заручиться в своем нелегком, но благом деле поддержкой французских националистов. Однако, к моему величайшему сожалению, национализм во Франции в наши дни находится в упадке. Жан-Мари Ле Пен уже стар и был отстранен от власти даже в своей партии «Национальный фронт» своей же дочерью. А затем эта вероломная дочь устранила и саму партию, сменив ее название на национальное объединение, а заодно сменив и идеологию. Она привела к власти таких же лжецов и бюрократов, как сама, полностью нейтрализовав старую гвардию и идеалы национализма как таковые. Поэтому, дорогой Варк, из всех французских националистов я вижу своим основным партнером и помощником в деле захвата власти Луи Каше, то есть вас. Для того, чтобы показать вам серьезность моих намерений, 15 апреля текущего года я организовал поджог самой важной церкви Франции – Собора Парижской Богоматери. Все мы прекрасно помним и чтим организованные вами поджоги норвежских деревянных церквей. Это было великолепно, дорогой Варк. Но теперь настало время нам продолжить ваши славные подвиги. Я посвящаю поджог Собора Парижской Богоматери вам, дорогой Варк. Этот жертвенный костер был в вашу честь, коллега. Однако я хотел бы констатировать тот факт, что вы, дорогой Варк, являетесь далеко не первым поджигателем церквей. Конечно, во время любой войны различные постройки, в том числе и культовые, страдают от боевых действий, разрушаются, горят. Но бывают случаи, когда некоторые полководцы умышленно сжигают вражеские храмы. Да подлинно известно, что поджигая Москву, Михаил Ивларионович Кутузов уничтожал преимущественно постройки военного назначения и жилой фонд, но приказывал не трогать храмы. И хотя Москва, спаленная пожаром, была делом рук скорее Кутузова, приказ поджигать деревянные церкви Руси исходил от Наполеона Бонапарта. У меня имеется несколько подлинных исторических документов, доказывающих, что император Наполеон Бонапарт являлся язычником, но тщательно маскировал это. В противном случае с ним бы не имели никаких дел ни европейские политики, ни тем более Папа Римский Пий VII. В те времена гонения на язычество были гораздо более жесткими, чем сейчас, из-за чего сам император был вынужден поклоняться языческим божествам тайно. Что же касается самого поджога собора Парижской Богоматери, то смею заверить вас, дорогой Варк, никто не догадается о его умышленности. Все это мероприятие выглядит, как будто оно произошло случайно, по неосторожности, из-за несоблюдения элементарных правил техники безопасности во время проведения ремонтных работ. Отчасти это так и есть. В начале апреля сего года я завербовал троих безработных радикально настроенных исламистов из Алжира, возле Парижской соборной мечети для совершения этого акта высжигания жертвенного костра. Конечно, они были готовы сжечь и ломать, так как ничего другого не умеют, а сумма, предложенная мной за эту работу, была для них довольно большой, но я имел иные планы. Этим террористам пришлось устроиться подсобными рабочими в строительную организацию, занимающуюся ремонтом собора Парижской Богоматери. И только в процессе работы они смогли поджечь этот собор. Но сделано все было идеально, а потому никто не будет искать виноватых. Недавно мы с вами, дорогой Варк, сожгли собор Парижской Богоматери, а скоро церкви запылают по всей Франции. И не только церкви, но и жилища наших с вами врагов. Надеюсь, что сумел убедить вас в моей скорой победе и в необходимости нашего сотрудничества. Присоединяйтесь к моей миссии. Вместе мы победим. Мысленно жму вашу руку, дорогой Варк. П.С. Отправляю вам письмо на русском и французском языках. Искренне ваш, доцент Олег Валерьевич Сир Соколов. Волхв Темнослав отрывает глаза от письма и переводит взгляд на зал. Там в зале больше сотни человек, преимущественно молодежь. Большинство в обычной неприметной одежде. Но то здесь, то там можно заметить футболки со свастиками, калавратами и прочей не слишком толерантной символикой. Зал этот находится на бывшей заброшенной овощебазе в ближайшем Подмосковье. Которая ныне превращена в военно-патриотический клуб «Белый мир». Именно здесь, на территории военно-патриотического клуба, проходят лекции волхвов, занятия по боевой и спортивной подготовке, проведение ведических праздников и многие другие мероприятия. Здесь собираются люди, которым не безразлична судьба их нации и интересно наследие их предков. Представители неоязыческого и неонацистского движений. «Это письмо было получено нашим соратникам, Луи Каше, — говорит Волк в Темнослав, — более известным как Варк Викернес. Могу вам сказать, что письмо это не первое и, вероятно, не последнее. Варк просит нас выяснить как можно больше об авторе этих писем Олеге Соколове. Сейчас я зачитаю вам письмо самого Варга. «Уважаемые соратники из России, в последнее время я атакован письмами от сумасшедшего историка из вашей страны, Олега Соколова. Этот историк, он очень навязчив. Заявляет, что имеет права на верховную власть во Франции и что имеет возможность и захватить эту власть. С моей помощью Олег Соколов пытается заручиться поддержкой французских националистов и язычников. Что касается поджога Собора Парижской Богоматери, то могу точно сказать, что Соколов либо имеет к нему непосредственное отношение, либо связан с людьми, это организовавшими, либо является ясновидящим и может предсказывать процессы окисления христианских храмов. Он предупреждал меня о поджоге за некоторое время до этого события. В связи с этим я прошу вас сообщить мне всю имеющуюся информацию об этом человеке, какую сможете найти через свои каналы. Если все это серьезно, то национальное движение Франции могло бы заинтересоваться предложением Олега Соколова и принять участие в этой афере. Естественно, что придя к власти, мы не забудем про своих товарищей, про вас. Если вдруг окажетесь в наших краях, то добро пожаловать ко мне в гости. Я проживаю в коммуне Салон Латур, регион Лимузен. Надеюсь на скорый ответ. Искренне ваш, Луи Варк Каше. Вот собственно, что нам пишет Варк Викернес, говорит Волк Темнослав, закончив чтение. Как мы все знаем, сейчас он проживает во Франции с женой и детьми. Несмотря на то, что Варк взял фамилию жены и ныне стал называться Луи Каше, он не скрывается ни от кого, продолжает заниматься музыкой, а также просветительством в сфере политики, верований и так называемой мифологии. Как я уже говорил вам, некий реконструктор Олег Соколов заваливает Варга письмами, в которых предлагают ему присоединиться к своей борьбе за власть во Франции. Этот Соколов считает себя перерожденным в другом теле Наполеоном Бонапартом, планирующим вернуться на французский престол. Волх прекращает говорить и смотрит на зал. Люди, сидящие там, смеются и перешептываются, обсуждая услышанное. «Мы, конечно, ничего не имеем против самой практики перерождений», продолжает с ухмылкой Темнослав. «Я даже готов допустить, что этот реконструктор реально является реинкарнацией Наполеона. Однако у меня возникают серьезные сомнения в успешности его попыток захвата власти. Как-то это все наивно, что ли, либо просто тупо. Но в любом случае, раз Луи Каше просит нас помочь разобраться с этой историей, мы обязаны помочь ему в этом. Может быть, у кого-то есть информация об Олеге Соколове? «Ну, через гугл пробить официальную информацию, думаю, не составит никаких проблем», — говорит кто-то из зала. «Думаю, что это сам Варг уже давно узнал, прежде чем писать нам». «Совершенно верно», — говорит Волх, «подобной ерундой мы не будем заниматься». «Надо обратиться к нашим товарищам из Санкт-Петербурга», — говорит другой человек из зала. «Соколов в их сфере влияния. Должно быть, у них хоть что-то есть на него». «Тоже верно», — говорит Темнослав. «Я позвоню и им обрисую ситуацию. Никто из вас не собирается в Петербург в ближайшее время. Неплохо бы встретиться с нашими северными товарищами, а заодно и получить информацию лично в руки. Я собираюсь», — раздается из зала. «Волхв пытается взглядом найти желающего заняться просьбой Варга, но поиски его длятся довольно долго. Затем в зале встает молодой человек лет 30 в балахоне Сатареал. Темнослав встречается с ним взглядами, несколько секунд оба молчат. «Кирилл, это, конечно, похвально, что ты готов поучаствовать в деле Варга», — говорит Волхв. «Но у тебя есть другое, не менее важное задание, которое ты, кстати, уже довольно долго не можешь завершить, да и переложить его не на кого. Может быть, лучше сосредоточишься на нем?» «Одно другому не мешает», — отвечает Кирилл. «Постараюсь как-нибудь совместить эти вещи. Здесь важен творческий подход к проблеме». Глава 2. Гробовщик «Понимаешь, гробовщик, — говорит Литинскому Темнослав, — все эти игры с медическими ритуалами, они довольно опасные. И если ты ввязался во что-то серьезное, то нужно довести это до конца. Твои неприятности в основном исходят из-за того, что ты связался с этим Долбославом. Как его там?» «Огнеслав», — отвечает Кирилл, — «та еще мразь. Всю нашу организацию сдал». «Долбослав он и есть», — презрительно говорит Темнослав. «То, что сдал организацию, это, конечно, очень печально. Но есть вещи и похуже, которые этот мудак заварил. А нам с тобой теперь предстоит их расхлебывать. Ты же понимаешь, что не закончил дело?» «Это еще что за намеки, Литинский напрягся. Какое дело?» «Ритуал богини Мары, Кирилл», — отвечает Темнослав. «Вы со своим Долбославом его начали, но не завершили. А потому у всех нас сейчас серьезные проблемы». «Нет уж, спасибо», — Кирилл качает головой. «Я свой срок отсидел. Хватит. Никого больше резать не собираюсь. А тем более голову отпиливать. Ищите кого-нибудь другого, у кого имеется в запасе лишних лет 10 или 20. С меня хватит. Я принес жертву пять лет своей жизни». «Похоже, ты не понимаешь, чем имеешь дело, гробовщик», — повышает голос Темнослав. «Этот ритуал нельзя просто так взять и не завершить, понимаешь? Мара не отпустит тебя. Пока ритуал не закончен, вся твоя жизнь просто приносится ей в жертву». «Ну так и что же мне предлагаешь, Темнослав?» — спрашивает Литинский. «Найти еще одного алкаша и расчленить его на капище?» «Знаешь, гробовщик, есть более мягкие варианты проведения ритуала Мары», — отвечает Темнослав. «Но твой бывший приятель не искал легких путей. Он решил пойти по самому экстремальному варианту и втянул тебя во всю эту херню. Можно обойтись и без расчлененки. Но так или иначе, завершить это дело придется тебе». «Давай поподробнее», — проявляет заинтересованность гробовщик. «Более лайтовый вариант может быть вполне осуществим. Что для него требуется?» «Девственница», — отвечает Вохв. «Для этого варианта требуется девственница». «Бля, ну это совсем ад», — возгущается Кирилл. «Я не буду убивать девственницу». «А кто тебе сказал, что ее нужно убить?» — спрашивает Темнослав. «Кровь! Нам нужна лишь кровь девственницы. Затем мы проведем ритуал. Мара будет удовлетворена, а ты освободишься от проклятия и попадешь под ее богословение». «Заманчиво», — произносит Литинский. «А каким способом я должен взять у нее кровь?» «Ни одна девственница не согласится сделать это добровольно, если я не являюсь вампиром или сотрудником городской станции переливания крови». «Для ритуала не имеет значения, каким способом ты получишь эту кровь», — отвечает Вохв. «Главное, чтобы это была кровь настоящей девственницы». «Подлог вскроется, ритуал будет провален. Так что попробуй пустить в ход весь свой набор инструментов, обаяние, ум, опыт и все прочее. Все зависит только от тебя. Но у тебя нет выбора. Отказаться ты не можешь». «За десять лет до описываемых событий». «Это здесь», — говорит Кирилл, — «языческое капище, жертвенный алтарь». «Вы прямо здесь ритуалы жертвоприношения проводите?» — спрашивает Никита. «Угу», — отвечает Кирилл, — «прямо здесь». «Кошек режете?» — спрашивает Никита. «Или может быть куриц?» «Смотря кого ты подразумеваешь под курицами», — отвечает Литинский. «Иногда даже петухов режем. Бывает и такое». «Что ты там, кстати, говорил насчет богини Мары?» «Ну это же хуйня», — все отвечает Никита. «Ваши ритуалы, жертвы эти. Полная чушь. И ваша Мара, ну скажи мне, Кирилл, что она может?» «Богиня смерти называется». А на деле она бессильна. «Разве она сделала мне что-то за оскорбление?» «А разве нет?» Кирилл достает нож и наносит им несколько ударов. «Это считается или нет?» «За что?» — стонет Никита. «Отходит чуть в сторону и держится за дерево». «Ты не понимаешь, за что?» — удивляется Кирилл. «Думаешь, это нормально оскорблять наших богов и наши церемонии, а затем являться на них?» Никита находит в себе силы и пытается бежать. Он успевает преодолеть метров пятьдесят и покинуть территорию капища. Но с ножевыми ранениями силы уже не те. Поэтому Кирилл легко настигает его и наносит еще несколько ударов ножом, один из которых приходится в шею. Кирилл уверен, что жертва принесена, а оскюрнитель родноверческих традиций мертв. Однако у него нет сил тащить предполагаемый труп на капище и заниматься там гробокопательными работами. Поэтому Кирилл, бросая жертву во враг, заваливает его хворостом и покидает место жертвоприношения. «Он сдох, по-любому», — говорит Кирилл Литинский. «Вот сейчас лежит и не шевелится. Отрежь ему голову». По голосу слышно, что Огнеслав нервничает. «Чего?» — спрашивает Кирилл. «Голову, говорю, отрежь!» — настаивает Огнеслав. «Я глотку перерезал только что», — оправдывается Литинский. «Я говорю, голову отрежь полностью», — кричит Огнеслав. «И зарой на темном капище». «Не, так не пойдет», — говорит Кирилл. «Речь шла только о жертве Маре. Просто ритуальное убийство. Ни о какой расчлененке и о земляных работах мы не говорили. Если он выживет, нам всем конец», — не унимается Огнеслав. «Проклятие Мары падет на нас». «Ну, иди сам и добей его», — отвечает Литинский. «Я свою часть ритуала выполнил». «Твоя часть, моя часть. Неужели ты не понимаешь, Кирилл?» — издерит Игнеслав. «Твою семью постигнет кара». «Твою семью постигнет кара». «Твоих близких, друзей. Никто не останется в стороне». «Ты даже не представляешь, насколько это серьезно». «Ритуал нельзя прерывать. Вернись, отрежь ему голову и закопай». «Гори в аду», — говорит Кирилл. «Иди туда и сам все закончи. У тебя же тоже будут неприятности, если что». «Ты не понимаешь, Кирилл», — умновит Огнеслав. «Маре выбрала именно тебя. А потому ты должен все сделать сам, один. Я не вернусь туда», — ответил Литинский и положил трубку. Итак, Кирилл Литинский оказался однажды втянутым в ритуал богини Мары. Ритуал провалился, потому как недоволв Огнеслав, проводивший его, не имел опыта подобных обрядов и имел весьма поверхностные знания относительно этого вопроса. Жертва, предназначенная богине, выжила и написала заявление в полицию, результатом которого стало уголовное дело. Огнеслав попал в психушку, заключив сделку со следствием и сдав всех членов организации. А Литинский был осужден на семь лет лишения свободы, из которых отсидел пять, выйдя по условно-досрочному освобождению. Однако освободиться ему удалось лишь от земного правосудия. Богиня Мара, так и не получившая свою жертву, осталась неудовлетворенной, что создавал для Кирилла постоянные трудности на жизненном пути. Новый Волхов, Темнослав, более опытный и вменяемый, чем предыдущий, объяснил Кириллу, что нужно делать, дабы избежать гнева Мары. Волхов предложил более лайтовый вариант ритуала, для которого, однако, требовалась кровь девственницы. Надо сказать, что Кирилл Литинский, хотя и имел успех у женщин, в процессе сбора крови девственниц не преуспел совсем. Собственно, наибольшей проблемой в этом деле является само наличие девушек, сохранивших девственность в кругах общения Кирилла. Но даже знакомство его с девственницей и ее согласие на дальнейший половой акт ни в коем случае бы не гарантировало успех мероприятия. Рассмотрим ниже несколько попыток Кирилла раздобыть кровь для ритуала. Случай первый, наиболее часто повторяющийся. Гробовщик знакомится с девушкой на концерте в каком-нибудь клубе. Цели девушки – флирт, общение и, возможно, секс. Цели Кирилла – секс и, возможно, кровь для ритуала. По пути домой Литинский пытается выяснить, является ли девственницей его новая знакомая. Но он не спрашивает напрямую, боясь отпугнуть потенциальную партнершу. Обычно правильный ответ Кириллу так и не удается узнать, но, навскидку, перед ним очередная недевственница. В таком случае мероприятия с кровью устраняются сами собой. Остается лишь секс, что в конце концов тоже очень неплохо. Случай второй. Гробовщик знакомится с девушкой на концерте в каком-нибудь клубе. Девушка ему такая сходу. Я девственница, так что в ближайшие полгода ни о какой ебле можешь не думать. Будем гулять, ходить на концерты и прочая унылая хуйня. Кирилл думает. Ну окей, пару дней погуляем, а потом я тебя разведу и наеблю и донорство в пользу Мары. Недели через три он понимает, что дело дальше новых сеансов в кино не пойдет, а кровь в этом случае будут пить исключительно у него. Тогда Литинский просто прекращает эти отношения, как бесполезные со всех точек зрения. Случай третий. Гробовщик знакомится с девушкой на концерте в каком-нибудь клубе. Все идет по схеме случая номер один. Однако во время секса Кирилл понимает, что это была реально девственница. «Бэйби, ты что, целка?» – спрашивает удивленный Литинский у своей новой знакомой после полового акта. «Была до знакомства с тобой», – отвечает с улыбкой девушка. «А что ты мне сразу не сказала?» – спрашивает ее Литинский. «Хотела, чтобы это был сюрприз», – отвечает девушка. «Нихуя себе сюрприз», – думает гробовщик. «И что мне теперь делать с тобой?» «Но, возможно, кровь еще не совсем испортилась. Всего один раз, да и случился он только что. Надо поторопиться». Кирилл начинает рассказывать девушке про ритуалы, про то, как ему нужна ее кровь. Он говорит, что от этого зависит его дальнейшая судьба. Да и судьба России тоже немного зависит. Литинский втирает своей новой партнерши, чтобы после удачного ритуала жизнь в нашей стране непременно изменится к лучшему. И что у них начнется любовь до гроба. Девушка слушает всю эту дичь, и, несмотря на влечение к своему новому знакомому, хочет поскорее убежать из этого места, куда-нибудь подальше. Однако Кирилл достаточно убедителен, и девушка соглашается отдать немного своей крови. Она отказывается резать артерии и вены, поэтому приходится экспериментировать с надрезами на пальцах. В итоге Кирилл получает чуть более ста грамм крови бывшей девственницы. Вместе с недавно завершенным сексом и разрыванием целки – это просто предел мечтаний. Глава третья. Мара. Темнослав берет у гробовщика бутылку белого вина и откупоривает ее. Вокруг достаточно темно, лишь где-то вдали горят фонари на улице, да прожектор полной луны слегка освещает окружающее пространство. Темнослав и гробовщик вдвоем на каком-то кладбище. Они одеты в балахоны с капюшонами на голове. За спиной у гробовщика рюкзак. Даже при этом скудном освещении можно разглядеть, что некоторые могилы на кладбище заброшены, камни повалены, а растения обволокли места захоронения своей зеленью. Но имеются и вполне свежие захоронения, подпитывающие энергетику кладбища, не дающие ему деградировать в парк или подобие музея. «Жертвую это тебе, мать Игрозная, госпожа Мара, и прошу твоей помощи», – произносит Волхв, держа в руках откупоренную бутылку вина. «Прошу тебя, госпожа Мара, принять наш сегодняшний дар. Сегодняшний ритуал мы посвящаем тебе, мать Игрозная, в надежде, что наши неприятности закончатся. Ты сменишь гнев на милость, а на Россию прольется твоя благодать. Прошу тебя, госпожа Мара, снять с нас проклятие. Сегодня мы доведем до конца ритуал, который был начат дилетантами и привел ко всему этому». Темнослав осматривается по сторонам, пристально вглядывается в глаза гробовщика, приводит взгляд на бутылку. Затем Волхв начинает оборачиваться вокруг своей оси противо Солонь, выливая при этом вино из бутылки. При разливании вина Темнослав произносит следующее обращение к Маре на распевный манер. «Чур, чур, чур, по заморе ходи, Мару мати величати, Марушка возвелика, не отврати своего лика, Вояви явися, ныне очи горе воздыми, Даруй не худо, а благо чтущим тям много всяко. Чарами чаруй, чудно величайся, Мара подспудно, Водою мертвой зимою, отрубленной головою, Чтись молениями людскими, приди со словами сими, Не худьмя приди, а лепо до колоса нашей требой, Из ина вояви стати величайся, Мара мати, Гой черномати, гой ма». Волхв читает это обращение уже не в первый раз, а потому он смог четко рассчитать, чтобы вина хватило на весь текст, А последняя упавшая из бутылки капля напитка Сорпала по времени с последним произнесенным им словом. Затем Волхв останавливается, Ставит бутылку на землю и начинает чего-то ждать. «Кирилл, точно все в порядке?» Обращается Волхв к гробовщику. «У меня какое-то странное предчувствие». «Да все отлично», – отвечает Литинский. «Она реально девственница?» Спрашивает Темнослав взволнованно. «Такое впечатление, что Мара не принимает дар. Я не уверен, но кажется, что-то идет не так». «Девственница, сто процентов», – говорит гробовщик. «Даже не сомневайся, я сам проверил. Все четко». «Ну хорошо», – не слишком уверенно произносит Волхв. «Пожалуй, начнем. Доставай реквизит». Кирилл снимает рюкзак и начинает доставать из него необходимые для приведения ритуала вещи. Он извлекает бутылку красного вина, несколько книг, серп, сосуд для ритуалов, сделанный из верхней части человеческого черепа и банку емкостью 500 мл из подмаринованных огурцов, которая примерно на четверть заполнена красной жидкостью. Все это ставится гробовщиком на могильную плиту, накрывшую собой какого-то немца, предположительно лютеранина по вероисповеданию. Когда все предметы оказываются на могильной плите, Волхв берет в руки ритуальный сосуд и наливает в него красное вино, а затем Темнослав льет туда же немного отличающуюся от вина по цвету жидкость из огуречной банки. Это, предположительно, та самая кровь девственницы, добыть которую было столь сложно. Пока Волхв готовится к ритуалу, Кирилл берет одну из книг, не посмотрев даже название, открывает ее на случайной странице и начинает читать. Извечные атрибуты Мары, череп человеческий в руках ее, колдовским металлом, с серебром окованной мертвой водой полной, коса или серп у Мары в руках, блестящий лунный серп, луна, что напоминает своим видом тот серп, которым обладательница смерти, подрезает нити жизни людей, в яви животы свои держащие. Символика смертного серпа Мары стоит рядом с символом времени, его неустанным и неумолимым ходом вращением. Ведающие знают, что в былые времена именно лунный календарь предшествовал солнечному, что подтверждается наименованием луна, то есть одна двенадцатая часть годового круга. Об этом же говорят и исследователи. Месяц с его фазами легче позволял вести календарный счет по неделям и месяцам. Добавим, что в пользу распространенности почитания Мары говорит и тот факт, что на Руси существовали украшения, так называемые лунницы, которые чаще всего делались из серебра, металл луны, Мары, или сплава серебра и олова. Лунницы составляли девичий убор и также представляли собой отражение почитания Мары нашими предками. Характерно, что острые концы лунниц всегда обращены вниз и на них часто помещались малые подвески в виде капель воды. И в том проявляется древнее представление о луне. Кирилл, ты что делаешь? Темнослав оторвал гробовщика от чтения. Дай мне книгу. Сейчас отыщу в ней нужное место и начнем. Гробовщик закрывает книгу и передает ее темнославу. Волхов находит нужную страницу и читает слух. Только темную душу Мара проваливает в подземное царство. Пройдя 12 мученических сфер ада, такая душа становится слугой Чернобога. То она посылает человеку за неправедный путь в жизни разные болезни и страдания. Только огонь и божественный напиток Мары для всего сущего имеют ту магическую силу, очищающую душу от негативной силы. Потому что с неочищенным приходит к человеку Мара, а с ней и смерть. Темнослав отпевает немного получившегося напитка из черепа, смакует, утвердительно кивает и передает сосуд гробовщику. Кирилл смотрит на череп, затем отпевает. В это время Волхов начинает произносить еле слышно какую-то молитву. Гробовщик с трудом может различить на слух лишь некоторые слова. Закончив читать молитву, Волхов берет у Кирилла череп, отпевает и возвращает ему, затем читает другую молитву. Когда они допивают остатки крови с вином, Волхов вставит пустую чашу на могильную плиту. Затем он тревожно смотрит на Литинского. «Кирилл, это точно кровь девственницы?» Спрашивает Волхов, и голос его трясется. «Мара не принимает нашу жертву. Может быть, ты напутал что-то?» Гробовщик пытается вспомнить, как он получил кровь. Он вспоминает, каким способом определил, что имеет дело с девственницей. И вдруг в лицо ему ударяет мощный луч света. «Стоять на месте! Руки за голову!» Раздаются крики с темноты. «Вы окружены!» «Сопротивление бесполезно!» «Если попробуете бежать, мы будем стрелять!» Неподалеку, на дороге, полиция включает мигалку вместе с сиреной на трех машинах почти одновременно. «Мать твою! Что это за хрень?» Темнослав поднимает руки и помещает их за голову. «Мусора!» Говорит Литинский и делает то же самое. С разных сторон к ним подбегает человек десять полицейских в масках. Большинство из них держат в руках автоматы. Обоим участникам ритуала заламывают руки и надевают на них наручники. «Ну что, сатанисты!» Говорит старший из этой группы захвата. Судя по звездам на погонах капитан, рассматривая кровавленный череп. «Что делаете на кладбище? Кого убили? Кому принадлежал череп?» «Бедный Йорик!» Отвечает Волхв. «Йорик?» Спрашивает капитан. «Кличка такая?» «Не кличка!» Говорит Волхв. «Имя такое!» «Это герой шекспировский!» «Шекспировский – это группировка криминальная, что ли?» Продолжает выяснять капитан. «И чем вы тут занимаетесь?» «Ну, по типу того, группировка», – отвечает Волхв. «Мы тут ритуал проводим. Пытаемся успокоить богиню Мару и спасти Россию». «Спасти Россию?» Смеется капитан. «Ты лучше подумай, как себя самого спасти. Сдается мне, что ваши ритуалы потянут на несколько лет тюремного заключения. Извольте пройти в машину. Вы оба задержаны по подозрению в ритуальном убийстве, осквернении кладбищ, распитии алкогольных напитков в общественных местах и еще много в чем. Поедемте вместе в отделение, а там разберемся». Полицейские ведут Темнослава и Гробовщика к своему вазику, где задние сидения отделены решеткой. Они грузят задержанных на заднее сидение, рассаживаются по машинам. Затем все вместе куда-то едут. «Я тебе хотел кое-что сказать, Темнослав», – говорит Гробовщик подельнику, не глядя ему в глаза. «Дело в том, что это кровь, ну, как бы это сказать? Возможно, это не совсем кровь девственницы». «Не совсем?» – удивляется Волх. «Давай объясни мне, Кирилл, что это значит? Как это можно быть не совсем девственницей?» «Дело в том, – отвечает Гробовщик, – что до знакомства со мной эта девушка была девственницей. Она даже за час до того, как я убедил ее сдать кровь, была девственницей, понимаешь?» «За час до того, как ты взял кровь?» – выражение лица Темнослава становится весьма мрачным. «А что случилось за этот час?» «Я ее...» – Кирилл запинается. «Ну, ты пойми, Темнослав, что я не знал о ее девственности. У нас с ней был секс, и в процессе я это выяснил». «У вас был секс?» – переспрашивает Волх. «Ну да», – отвечает Кирилл, – «всего один раз. И когда я понял, что она девственница, то я убедил ее сдать немного крови для ритуала». «Когда понял, что она девственница?» – снова переспрашивает Волх. «И когда же ты это понял?» – «Я же говорю тебе, Темнослав», – отвечает Кирилл. «После секса я понял, что она девственница». «Ничего себе!» – лицо Темнослава перекашивается в кривую смешки. «Это прямо чудо какое-то, Кирилл. Девственница после секса. Это круче, чем непорочное зачатие. А ты не мог взять ее кровь на час пораньше?» «На час пораньше я еще не был в курсе ее девственности», – отвечает Кирилл. «Я же сказал тебе это. Ты что, забыл?» «Нет, Кирилл», – отвечает Волх. «Я ничего не забыл. Это ты, по-моему, забыл, что после секса от девственности не остается и следа. А ты мог придумать что-нибудь поумнее, чем принести кровь из телки, которую ты трахаешь?» «Но она же была девственницей всего час назад», – оправдывается гробовщик. «Ты, дебил!» – начинает кричать Волх. «Если бы не наручники, я бы тебя здесь придушил». «По что ты меня впутал, придурок? Кровь выебанной девственницы он принес, дебил! Ритуал опять пошел по пизде, по той пизде, в которую ты свой член вставил. Не мог час потерпеть. Ты бы еще кровь мертвой собаки принес». «Так, успокойтесь там!» – кричит полицейский с переднего сидения. «А то сейчас остановим машину и будем дубинками вас успокаивать. Мы вас упрячем в тюрьму, где вы будете думать уже не о крови девственниц, а о том, как свою жопу сберечь девственной. Понятно вам?» После этого все успокоились. Машины ехали до отделения не более получаса. За все это время гробовщики Темнослав больше не перекинулись ни одним словом. До утра их продержали в отделении, где допрашивали без особого пристрастия. Затем выяснилось, что никакого состава преступления нет. Обоим участникам ритуала выписали небольшие денежные штрафы за мелкое хулиганство, после чего отпустили в Освояси. Темнослав и гробовщик не разговаривали друг с другом еще пару недель. Глава четвертая. Настя. «Хочешь, познакомлю со своей подругой?» – спрашивает по телефону Галя. «Почти что в твоем вкусе и довольно молодая». «Конечно хочу», – отвечает Кирилл. «Ну тогда приезжай вечером», – говорит Галя. «Возьми бухла, спиды у нас есть». «Отлично, отлично», – говорит Кирилл. «А может быть она еще девственница?» «Ха-ха-ха». Галя начинает смеяться в трубку и долго не может остановиться. «Слушай, Кирилл, я не знаю, откуда у тебя такая маниакальная тяга к девственницам, но могу точно сказать, что у меня таких знакомых не бывает. Она шлюха. Мой круг общения не подразумевает других». «Так ты придешь или будешь девственниц искать?» «Обязательно приду», – говорит Кирилл. «Но если девственница попадется, ты мне сообщи». «Девственницы нынче дороги», – смеется Галя. «К тому же попадаются вечные девственницы, экземпляры с заштопанными целками. Но все это будет не бесплатно, ты же понимаешь». «Заштопанные не подойдут», – отвечает гробовщик. «Мне настоящие нужны. Причем целку им рвать не обязательно. Мне просто нужна кровь девственницы. 100-200 миллилитров. И если будет возможность, слею какой-нибудь целки». «Ты совсем ебнулся», – говорит Галя. «Тебе просто нужна кровь девственницы? Сатанизм – это, конечно...» «Сатанизм – это, конечно, очень весело и стильно, но не впутывай меня в свои ритуалы. Насчет крови поговоришь с этой Настей. Мне кажется, ей такие вещи нравятся. Все, ждем тебя через пару часов». Поначалу казалось, что вечер, плавно перетекший в ночь, прошел даже лучше, чем ожидал Кирилл. Он начал с водки еще до встречи с девушками, едва окончил свой трудовой день. Затем продолжил распевать уже с ними. После этого Галя достала с пиды, вслед за употреблением которых возникла уверенность, что водки не хватает. Пришлось идти еще за одной бутылкой или даже за двумя. Теперь уже и не вспомнить. Естественно, что весь этот угар плавно перешел в садомию, ради которой Кирилл и, в общем-то, приехал сюда. Воспоминания остались весьма смутными, однако Кирилл уверен на все сто процентов, что Емли началась с Галли. Как в их кровати оказалась еще и Настя, он сказать, зрудняется. Клочки воспоминаний, несвязанными обрывками, повисшие в памяти, совершенно определенно говорят об убевшем месте сексе втроем. Сколько длилось это в минутах или в палках, определить сложно. Следующий обрывок воспоминаний рассказывает о том, что Кирилл переключился полностью на Настю. Галя сначала обиделась, потом заснула, лежа рядом с ними, а наутро вообще ничего не помнила. Зато Настя точно все помнила. В ее голове отчетливо сохранились воспоминания обо всей этой карусели, со сменой позиций и всех перестановках члена в ней, вагинально, анально, орально. Помнила Настя о том, как угоревший громовщик нес ей во время секса всю эту классическую чушь, о внезапно охватившей его любви, о достоинствах своей новой партнерши и прочее. Всем этим пустым разговором Кирилл внимания не придавал. Да и кто вообще стал бы придавать серьезное значение словам человека, находящегося под воздействием наркотиков и бухла? Кто кроме Насти? Ты же приедешь вечером, спрашивает Настя горбовщика на утро, когда тот собирается уходить. Сегодня? Удивленно спрашивает Кирилл. Нет, бэйби, мне нужно отдохнуть после этого. Слишком большая доза всего вместе, как мне кажется. Надо немного отдохнуть друг от друга. Не придешь? Настя мрачнеет. Хочешь от меня отдохнуть? Но ты же говорил, что любишь, говорил, что жить без меня не можешь. Ну, задумался Кирилл, не стоит понимать все так буквально, бэйби. Не расстраивайся, мы встретимся в ближайшее время. Ты все врал, Кирилл? Спрашивает Настя с гневным выражением лица. Я что-то делала не так? Что случилось между нами? Я тебе не понравилась? Да успокойся ты, бэйби, говорит гробовщик. Все было отлично. Не надо этой паранойи, мы скоро встретимся. А вдруг ты не придешь, паникует Настя. Может быть, ты останешься еще ненадолго? Ты хочешь меня? Ах, хватается за голову Кирилл. Слишком много вопросов и предложений, бэйби. Успокойся, у меня и так голова болит после этого угара. Я не готов больше ты выслушивать сейчас. Пока, бэйби, мы обязательно встретимся. Кирилл поспешил покинуть квартиру. Вроде бы ночь прошла замечательно, но с этой Настей что-то было не так. Эти многочисленные вопросы и непонятная суета говорили о том, что ее адекватность не совсем в норме. И если гробовщик рассчитывал, что покинув квартиру, в которой оставались Галя и Настя, он обретет некоторый покой, то этот план провалился с треском. Не успел еще Кирилл покинуть подъезд, как след ему уже неслись смс, сообщения из ватсапа, из контакта и из других источников. И в тех сообщениях была вся та же чушь про мифическую любовь, якобы возникшую на пустом месте. К вечеру таких сообщений было уже несколько сотен. Поначалу гробовщик даже отвечал на некоторые из них. Но вскоре он понял всю бессмысленность этого и стал просто игнорировать психические атаки своей новой подружки посредством электронных средств коммуникации. За семь лет до описываемых событий. «Сейчас я принесу нам молочный коктейль», — говорит Настя. «Но для начала хочу задать один вопрос по поводу Димы. Ты считаешь, что у вас с ним все серьезно?» «Конечно, серьезно», — отвечает ничего не подозревающая Саша. «Хотя мы встречаемся с ним всего лишь месяц, уже становится ясно, что мы подходим друг к другу. Это настоящая любовь». «Да что ты знаешь о любви?» — делает презрительное выражение лица Настя. «Ты вообще понимаешь, что это мой парень?» «Твой?» — Саша прикидывается удивленный. «Насколько я понимаю, вы расстались несколько месяцев назад. Дима мне так сказал». «Врет», — уверенно говорит Настя. «Мы до сих пор встречаемся. Ты не заметила, как он нервничал, когда вы стояли внизу, а я появилась в окне? Любит меня». «Это ты все врешь», — покраснела Саша. «Вон Димка вернется от бабушки, и мы все у него спросим». «Спросим», — кивает головой Настя. «Ты, Саша, на что готова ради любви?» «Ну, я даже не знаю», — отвечает Саша. «На многое, наверное». «А ты сама на что готова?» «Я готова на все», — говорит Настя и уходит на кухню за коктейлем. «Спасибо», — произносит Саша, когда Настя ставит на стол два стакана с белой жидкостью. «К чему ты начала про Димку говорить?» «До сих пор не можешь забыть его?» «Не могу», — говорит Настя. «Надеюсь, что он забудет тебя намного быстрее». Настя достает нож, приставляет его к горлу, онемевшая от изумления подруги, и нажимает на него. Нож входит в Сашина горло. Настя, не отдергивая руки, несмотря на бьющую из раны кровь, ведет ножом, оставляя длинную и довольно ровную рану. Саша пытается заглотить как можно больше кислорода, но ничего не получается. Весь он уходит в зияющую на шею дыру. Девушка пытается заткнуть дыру на своей шее, но лишь бессмысленно машет руками. Сашины глаза наполнены кровавыми прожилками. Из раны на шее брызжет алая жидкость, залившая стол, пол и раскрасившая содержимое стаканов с молочным коктейлем в довольно затейливые сочетания красного и белого. Жизнь стремительно спешит покинуть тело Саши, которое в конце концов падает на пол, как мешок с еще не успевшим остыть свежим мясом. «Что он в тебе нашел?» — спрашивает Настя свежеиспеченный труп своей бывшей подруги. «Ты считаешь, что в тебе действительно есть что-то особенное?» «Сейчас узнаем». С этими словами Настя берет нож и вскрывает Саше живот. Там, внутри трупа, находится типичный набор внутренностей. Но Настя видит все эти органы вживую впервые, а потому ей довольно интересно. Она копается руками в Сашиных кишках, ощупывает ее желудок, поджелудочную железу. Затем Настя натыкается на печень и решает вырезать ее. Вот ты какая печень восхищается Насте трофейным органом, поднеся его к окну и рассматривая в солнечном свете. Вдоволь насмотревшись на печень, Настя кладет ее на подоконник. Неподалеку от окна на полу лежит труп Саши, из которого до сих пор вытекает кровь. Кровью перепачканы пол, стол, подоконник, стаканы с коктейлем, печень Саши, нож и Настя. Кажется, Диме нравятся твои глаза, говорит Настя, сжимая в руке нож и склоняется к трупу. От ужаса и удивления глаза Саши, кажется, немного вылезли наружу. Теперь Насте будет и легче их извлекать. Она отковыривает ножом кожу, а затем извлекает из глазниц два глазных яблока, практически не повредив их, лишь оторвав зрительные нервы. Настя с интересом рассматривает глазные яблоки, а затем складывает их на подоконник рядом с печенью. Очень наглядно, когда перед тобой настоящие органы, а не дурацкие картинки, думает Настя, рассматривая внутренние органы своей бывшей соперницы. А почему такого нет на уроках зоологии? А потом еще удивляются, что дети плохо учатся и не проявляют должного усердия. Скоро домой придет бабушка, которая увидит свою внучку, перепачканную в чужой крови. Затем бабушка увидит распотрошенный труп на полу и некоторые органы, бережно извлеченные из него, лежащие на подоконнике. И тогда Настя, с учетом того, что ей всего лишь 15 лет и в придачу у нее имеются серьезные проблемы с психикой, отправится в психиатрическую лечебницу. Примерно лет на пять. Темнослав и гробовщик сидят в Бургер Кинге. На столе ведро с острыми куриными крыльями, два стакана пива и бутылка водки. Волх вообще старается не посещать подобные заведения и не питаться вредной пищей из фастфуда. Но у гробовщика это никак не останавливает. К тому же он довольно прилично выпил и явно собирается продолжить. Кирилл уже несколько недель не появлялся на собраниях родноверов, не посещал ритуалы, пропустил несколько важных встреч, не отвечал на звонки и вообще как-то самоизолировался. Волх забеспокоился о своем товарище, смог до него достучаться через одну из социальных сетей и вытащил Кирилла в город, чтобы встретиться с ним. Гробовщик заявил, что он будет бухать. А встретиться готов в Бургер Кинге. Волх пытался изменить место встречи и перенести его в какой-нибудь парк, но Кирилл отказывался, настаивая на фастфуде. Будешь? Гробовщик мутным взглядом смотрит на темнослава и наливает в пластиковый стаканчик водку. Нет, спасибо, отказывается Волх. Кирилл, что с тобой случилось? Я ебал смерть, отвечает гробовщик, выпивает треть стаканчика залпом и запивает водку пивом. В каком плане ебал смерть, спрашивает темнослав. В смысле, что ты ничего не боишься и тебе плевать на смерть? Ты совсем что ли идиот, спрашивает Кирилл и допивает стакан пива. В прямом смысле, я ее ебал, как это обычно делают, хуем, в пизду, в жопу, в рот, понимаешь? Если честно, Кирилл, Волх, становится задумчивым, то я не совсем понимаю. Мне очень сложно представить, как ее можно ебать в физическом плане. Смерть, она же из области метафизики, а не из материального плана. Расскажи мне, гробовщик, как ты мог засунуть в нее хуй? Маньячка. Кирилл наливает себе еще три стаканчика водки, выпивает это залпом, запивает пивом. Ебаная Настя. Она телку расчленила в пятнадцать лет, понимаешь теперь? Печень вытащила, глаза, еще что-то, на подоконнике разложила, наглядное пособие по зоологии. И все это было из-за чувака, с которым она уже рассталась полгода назад. Приревновала другую телку, называется. Ха, забавно, улыбается Волх. Вот интересно, почему такие вещи только с тобой происходят, гробовщик? Веселая у тебя жизнь. Ага, Кирилл отпевает несколько глотков пива. Охуенно веселая жизнь. А вот теперь я ее ебал. И эта маньячка меня преследует. Названивает постоянно, пишет во всех социальных сетях и мессенджерах. Я тебя люблю, пишет, приезжай, а то я покончу с собой. Звонит по телефону. Если у тебя есть другая, то я хочу с ней познакомиться, понимаешь? Она уже с одной познакомилась, пообщалась с ее печенью и глазными яблоками. Теперь не отвяжется. Думаю, я попытаюсь завалить ее на капище. Что скажешь? Ты это, гробовщик, завязывай с такими идеями. Темнослав не на шутку волнуется. Не надо никого убивать на капище. Лучше найди кровь девственницы, тогда все проблемы закончатся. Кровь девственницы. Кирилл изображает смех, но не очень успешно. Что ты несешь, волк? Эта сука от меня не отстанет, понимаешь? Если я не убью ее, тогда она меня расчленит. Или какую-нибудь девушку, которую заподозрит в связи со мной. Ну, гробовщик, говорит Темнослав, если уж ты так серьезно это воспринимаешь, то убить ее надо по правилам. Я принесу тебе соответствующую литературу. Если ритуал пройдет как надо, то это будет даже лучше, чем кровь девственницы. Тащи свои книги. Гробовщик допивает водку, после чего допивает пиво. Прикончи ее по правилам ритуала. И тогда кончатся уже наконец наше несчастье. Убью сразу двух зайцев через смерть одной маньячки, называется. Книги я принесу, задумчиво произносит Темнослав. Но ведь не обязательно же самому палиться. Можно придумать какую-нибудь хитрую комбинацию. Например, использовать твою маньячку, чтобы она провела ритуал под этим же книгом. И ритуал будет завершен, и маньячка в тюрьме, и ты ни при чем. Получается, что мы убьем трех зайцев. Как тебе такое, Кирилл? Охуенно, кричит гробовщик. И на крик этот оборачивается весь зал. Где ты раньше-то был, Волг? Тащи свои книги скорее. Глава пятая. Сир. Жасьюсь Наполеон Бонапарте, говорит Олег Валерьевич Соколов. Если честно, то он не слишком-то и врет. По крайней мере, одежда на нем точно не от Хьюго Босса. Этот дизайнер фирмы германских СС еще не родился, когда подобная одежда была в моде, и уже успел умереть к тому времени, когда это старье снова кому-то понадобилось. Доцент Олег Соколов одет в костюм Наполеона Бонапарта. Я прошу вас называть меня Сир, говорит доцент Соколов. Так будет проще для всех нас. Итак, господа, мы все здесь сегодня собрались, чтобы принять участие в реконструкции Бородинского сражения. Прямо скажем, не лучшее для нашей армии сражение. Была бы моя воля, я бы немного изменил тактику боя, примененную моим предшественникам. И тогда мы разбили бы русских на голову. Олег Валерьевич Соколов, он один из самых авторитетных реконструкторов в России. Да что там реконструкторы, он один из самых авторитетных историков в этой стране. А уж если говорить про французов, реконструируемых, само собой, что среди них он не только император Наполеон, но и сам Господь Бог. Без него тут никто ни шагу не сделает. И именно Соколов получает средства от Министерства культуры на проведение этого балагана. Именно Олег Валерьевич получает все разрешения и общается с нужными людьми. Поэтому, когда доцент Соколов говорит, все остальные молчат. Они все ждут, когда он даст им слово, либо призовет их к действиям. Настало время, господа офицеры, выходить на позиции, обращается к своей армии новоиспеченный Наполеон Бонапарт. Настало время дать русским генеральное сражение. Прошу вас немедленно собрать свои боевые подразделения и выдвинуться для построения на поле боя. Особое внимание прошу уделить кавалерийским отрядам, а также артиллерии. Бородинская битва у нас с вами проходит уже далеко не первый раз, поэтому каждый из нас прекрасно знает свое место. Сир, он, конечно, гениальный стратег. Все достоверные книги по истории наполеоновских войн написал, естественно, сам доцент Соколов. Да, безусловно, он пользовался ранее опубликованной литературой, которую тоже считает частично достоверной. Все, что не соответствует видению Олега Валерьевича в отношении Наполеона и его эпохи, считается, согласно его авторитетному мнению, ложью и фальсификацией и исторических событий. Он и только он является эталоном знаний об императоре Наполеоне. А знаете почему? Да просто Олег Валерьевич считает себя реинкарнацией Наполеона Бонапарта. Он и есть переродившийся Наполеон. Поэтому здесь существует лишь два мнения. Мнение доцента Соколова и ложное мнение, принадлежащее фальсификаторам истории и врагам России. Конечно, сам доцент Соколов, хотя и принимает участие в реконструкции на стороне противников России, является истинным патриотом и пламенным поборником политики, правящей в стороне партии. Олег Валерьевич выходит на улицу в окружении своей свиты. Да, возможно, эта эпоха Наполеона уже прошла, однако все эти люди смотрят даже на имитацию Наполеона с подоба страстием, заглядывают ему в рот, ловят каждое слово, стараются выполнить его приказы. Эти люди, они в том числе и во время реконструкции не могут не быть подхалимыми. Их натура желает присмыкаться даже перед реконструированным императором. Если бы вдруг сам Соколов не выпячивал грудь и не кричал направо и налево, будто он и есть император, эти люди из окружения стали бы убеждать его в этом. Они бы все равно говорили доценту о том, какой он великий и незаменимый, а тот не смог бы противостоять своему тщеславию и признал бы себя Наполеоном, даже не веря в это. Однако Олег Валерьевич Соколов верит в свою избранность, верит в то, что он и есть Наполеон. Он полностью убежден, будто является переродившимся Наполеоном, доказывает это окружающим, а сомневающихся заносит в личные враги. Доцент Соколов даже смог бы подтвердить это на детекторе лжи. А для тех, кто сомневается в адекватности Олега Валерьевича, он получил справку у психиатра, в которой дипломированный специалист в области болезни человеческой психики авторитетно заявляет, что Олег Валерьевич Соколов признан вменяемым и осознающим последствия своих действий. «Наши действия будут следующими», говорит Доцент Соколов в своей свите, вглядываясь вдаль, туда, где происходит построение неприятельской армии. «Мы сосредоточим резервные войска в руку нашего центра. После того, как основная армия вступит в бой, мы наносим дополнительный удар в центр и по левому крылу русских. Таким образом, мы достигнем перевеса, силу в нашу пользу на этих направлениях и заставим русских отступить. Все как обычно. К сожалению, нам позволят сделать только это, хотя мы легко могли бы смять врага. Но вместо этого лишь стабильная, повторяющаяся из года в год ничья. По коням, господа, и да пребудет с нами сила». Доцент Соколов не без помощи неверных помощников взбирается на своего белого коня, которого он называет «Моренго». Название дано коню в честь арабского скакуна Наполеона, запечатленного на множестве картин. Олег Валерьевич тревожно вглядывается в ряды неприятеля, затем начинает скакать мимо своих частей, приветствуя каждое подразделение. Таким образом, доцент Соколов пытается зарядить армию энергии, поднять боевой дух и внушить солдатам мысли о непобедимости этой армии. Члены свиты Наполеона повторяют все действия Сира и следуют за ним, как многочисленные безмолвные тени. «В атаку истошно ревет Сир! За Францию! За победу! Слава всем нам!» Услышав призыв своего военачальника и императора, имитирующие французских солдат войска с криками «Ура!» бросаются в направлении врага. Несложно заметить, что вражеские солдаты отвечают взаимностью и несутся им навстречу. Недавно прошел дождь, поэтому бегать по Бородинскому полю не слишком комфортно. Бегущие вояки вязнут в грязи, теряют сапоги, иногда даже ружья, но продолжают бежать друг другу навстречу. С обеих сторон стреляют китайскими петардами бутафорские пушки, стараясь подбодрить разгоряченную алкоголем толпу реконструкторов. И вот наконец стремящиеся навстречу друг другу противники сталкиваются. Начинается драка, в ходе которой в дело идут не только бутафорские ружья и пластиковые сабли, но даже настоящие кулаки. Взрослые мужики, у которых по-видимому в детстве не было достаточного количества игрушек, начинают избивать друг друга, возомнив себя героями Отечественной войны 1812 года. Олег Валерьевич Соколов ждет, когда настанет его время. Он не полагается на случай или судьбу, а сам определяет, когда оно пришло. Сир смотрит на пушки-хлопушки, застрявшие в грязи. Доцент Соколов, прищурившись, наблюдает за пьяными солдатами, срывающими друг с друга палеты. И вдруг он меняется в лице. Олег Валерьевич теперь выглядит очень агрессивно. За мной кричит Сир и мчится на своем коне в самую гущу боя, размахивая пластиковые сабли. Вслед за Соколову мчится его немногочисленная конница. И вот они все уже на передовой. Сир размахивает сабелькой, сшивая шапки с голов противника. Кто-то из его свиты упал с коня. Чей-то конь сломал ногу и рухнул на землю вместе с наездником. Но это ничего не меняет. Даже если что-то пойдет не так, исход сражения будет таким же, как прежде. Доцент Соколов обратил внимание на Анастасию в то время, когда она была студенткой третьего курса. Он как раз читал лекции по истории в СПБГУ, а девушка эта являлась студенткой исторического факультета и на лекциях всегда присутствовала. Анастасия всерьез увлекалась отечественной историей и собиралась работать в данном направлении до конца жизни. Олег Валерьевич Соколов соответственно мог быть ей чрезвычайно полезным, так как имел в исторических кругах очень хорошие связи, которые тянулись вплоть до министра культуры Российской Федерации. Но еще более важным обстоятельством для Сира являлось то, что Анастасия была девушкой вполне в его вкусе. Она несколько походила на жену императора Наполеона, жену самого историка Соколова и всех его любовниц. Олег Валерьевич объясняет свое увлечение женщинами одного и того же типа некой памятью, доставшейся его телу при вселении туда души Наполеона, чьим воплощением он себя считает. Он якобы пытается найти свою бывшую возлюбленную, которая тоже в кого-нибудь допереселилась. Но вместо девушки своей мечты Сир, по его же словам, находит исключительно монстров из ада, регулярно доводящих его до психических срывов. Хотя начинаются все эти знакомства довольно романтично. Анастасия, как казалось, довольно долгое время была счастливым исключением из этой череды неудачных знакомств. По мнению самого историка Соколова, она, возможно, могла являться реинкарнацией Розефины Багарне, которую он всю жизнь пытается найти. Итак, доцент Соколов начал присматриваться к Анастасии еще на своих лекциях. Анастасия сиру показалось, что девушка смотрит на него как-то странно, каким-то влюбленным взглядом. Было ли это на самом деле, или Олег Валерьевич выдал желаемое за действительное, неизвестно, но он решил действовать в соответствии со своими выводами. Олег Валерьевич начал проводить дополнительные занятия, на которые Анастасия всегда приходила. Он стал приглашать ее на всевозможные реконструкции военных событий. Девушка приглашение принимала, но пока держалась от своего преподавателя на некоторой дистанции. Тогда Олег Валерьевич стал приглашать Настю на дополнительные занятия к себе домой, пару раз в компании еще нескольких девушек с курса, а потом и одну. Тогда у них и завязались отношения. Досент Соколов считал, что это была взаимная любовь, возможно даже пронесенная сквозь века. Уже через несколько месяцев Анастасия заговорила о свадьбе, что немного напугало историка. Дело в том, что Соколов официально был в то время женат, а потому ему следовало бы срочно развестись. Надо сказать, что делать этого Соколов не хотел, потому как не собирался жениться на своей новой пассии, а наличие жены, хотя и такой, с которой он уже давно не жил совместно, являлось для него некоторой защитой. Олег Валерьевич также заявил Анастасии, что разница в их возрасте весьма значительная, 39 лет, и свадьба с такой вот разницей в возрасте это не самая хорошая идея. Надо не забыть, что занятие сексом с девушкой, которая младше его на 39 лет, он считал делом вполне нормальным, так же, как и демонстрацию своей юной любовницы друзьям. А вот в замужестве такая разница в возрасте сира определенно смущала. Если сейчас я здоров и полон сил, говорил Соколов возлюбленный, неизвестно, как я буду выглядеть через 15-20 лет. К тому времени я стану стариком, за которым нужно будет осуществлять уход. Ничего, я справлюсь, отвечала ему Анастасия. Я буду ухаживать за тобой, я молода и полна сил, и меня хватит на все это. Я буду любить тебя вечно и никогда не предам тебя и не брошу. Несмотря на такие заманчивые предложения, Олег Валерьевич держался и не доводил дело до брака. Но в начале 2018 года его жена подала на развод, так как давно не видела смысла в этом браке. Соколову стало нечем крыть, и он на словах пообещал Анастасии, что скоро они поженятся. Но на деле хитрый историк всячески старался оттянуть события. И если ускользающая свадьба, постоянно переносимая на новые даты, и не являлась признаком идеальных отношений, то сотрудничество Олега Валерьевича и Анастасии в области исторической науки было приближенным к идеальному. Доцент Соколов протежировал свою пассию в университете, что позволило ей легко поступить в аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию. В свою очередь девушка помогала престарелому историку проверять работы студентов и выставляла им оценки. Готовила для Соколова лекционный материал, который он потом озвучивал на публике, помогала с написанием книг и научных работ. До поступления в аспирантуру пассия Соколова специализировалась на отечественной истории, но под влиянием своего кумира и любовника она переквалифицировалась на наполеонику. Теперь научные интересы Олега Валерьевича и Анастасии полностью совпадали. Соколов даже мог убедить свою подружку, что она является реинкарнацией жены Наполеона, а следовательно, они могут считаться идеальной парой. По крайней мере, ему так казалось. Анастасия посещала с Соколовым все мероприятия, связанные с реконструкцией. Часто они вместе катались на лошадях, в костюмах Наполеона и его жены. Но больше всего девушке нравились балы, которые организовывал Сир. Именно там любая девица, вхожая в реконструкторскую тусовку, могла нарядиться в благородную даму из XIX века и станцевать с неудачником, ряженым в генерала того же времени. И если каждая девушка на нормальных балах хотела стать звездой этого мероприятия, ключевой фигурой, то на балах у Сира Соколова единственной звездой был лишь он сам, а все остальные являлись лишь декорациями, подчеркивающими его величие. За одиннадцать лет до описываемых событий. Катрин, ты приедешь за вещами, говорит доцент Соколов добрым, понимающим и раскаивающимся голосом. Я сделаю ужин, посидим в последний раз и спокойно расстанемся. Хорошо, Олег, говорит Катерина после некоторого раздумья. Я сейчас приеду, но ты меня не на шутку напугал сегодня, когда звонил и ругался, оскорблял меня. Катрин, ты же понимаешь, что это ты меня довела, говорит Олег Валерьевич. Иногда я срываюсь, сегодня у меня была довольно веская причина для срыва. Ты сказала, что нам нужно расстаться, для меня это удар. Да, я тоже частично виноват случившимся, но ты довела меня до нервного срыва. Теперь я подумал обо всем этом, проанализировал все и успокоился. Можешь не волноваться, я тебя отпускаю, приезжай за своими вещами. Минут через тридцать Катерина подъехала на такси к дому, где Соколов проживал в Москве. Олег Валерьевич уже стоял возле подъезда и ждал ее. Прежде чем выйти из машины, Катерина вгляделась в его лицо, пытаясь увидеть на нем некие зловещие признаки по типу злобы или ненависти. Но тщетно, Соколов выглядел весьма дружелюбно и даже немного подавлено. На несколько мгновений Катерина даже почувствовала жалость к нему и у нее возникла мысль еще раз остаться, чтобы не раздавить этого человека окончательно. Но жалость длилась недолго. Олег, ты же понимаешь, что мы не подходим друг к другу? Говорит Катерина, пока они идут на квартиру к Соколову. Тебя не устраивает мое поведение, меня бесят твои истерики. Вот эти твои попытки перевалить всю вину на меня с больной головы на здоровую. Когда ты звонил мне днем, я не на шутку испугалась. Этот разговор лишь убедил меня в том, что я права. Нам нужно расстаться, причем сегодня. Олег Валерьевич он слушает эту девушку и молчит. Доцент думает о чем-то своем, ему 51 год, а его избраннице 21, но несмотря на это он считает, что она слишком стара. Идеал Соколова это 18-летняя девственница. Олег Валерьевич помогает Катерине снять шубу, вешает эту шубу на вешалку. Девушка благодарит его, собираясь пойти в комнату. Однако, доцент Соколов хватает ее руки и крепко держит их. В руках его возникает веревка, которой Олег Валерьевич ловко завязывает Катерине руки. Еще через несколько секунд девушка оказывается на стуле, к которому ее приматывают скотчем. Закончив жесткой фиксацией своей подруги, так, чтобы она вообще уже не могла пошевелиться, доцент Соколов выключает свет помещения и зажигает свечи. Олег, что ты делаешь? Спрашивает напуганная Катерина. Сука кричит на нее Соколов. Чудовище, монстр! Это не я тебя привязываю, это ты сама делаешь, ты во всем виновата, ты и только ты, неблагодарная тварь. Олег кричит Катерина, но тут же получает удар в лицо. Затем еще удар. И еще. Катерина начинает стонать. Олег Валерьевич берет скотч и заклеивает девушке рот, чтобы она своими криками не приманила сюда соседей или сотрудников правоохранительных органов. Затем бьет ее снова в грудь, в живот, по лесу, по рукам и ногам. Катерина плачет, но Соколов продолжает ее бить. Затем он останавливается и выходит из комнаты. Девушка в ужасе. Она не понимает, что вообще происходит и не верит в происходящее. Она все еще надеется, что это какая-то дурацкая шутка, которая вот-вот закончится. Конечно, Соколов часто устраивает истерики, бьет посуду, швыряет вещи и оскорбляет ее, но такого еще никогда не было, да и не должно было быть. Вскоре появляется Олег Валериевич, в руках его утюг. Он включает утюг в розетку и некоторое время ждет. Чудовище, кричит Соколов и подносит утюг близко к лицу Катерины. Сука, мерзкая сука, нашла себе любовника и хочешь бросить меня? Шлюха, я тебя убью. Катерина чувствует жар от утюга на своем лице, пытается увернуться от этого орудия труда, но ничего не выходит. Она слишком жестко зафиксирована. Однако, очевидно, что Соколов не собирается прижигать лицо своей, теперь уже точно бывшей подруги. Он просто пугает ее. Пугает достаточно жестко. Олег Валерьевич, он мастер воздействия на психику. Он не может контролировать себя, зато очень легко доводит других до психических расстройств и травм. Эта девушка, привязанная к стулу, она не первая, кто в результате проживания с Соколовым остается фактически без друзей, в полной зависимости от него. Это такая стратегия Олега Валерьевича на жизненном поле боя. Тактика Наполеона наших дней. Я тебя сейчас изуродую, сука, истерит историк Соколов. След от моего утюга останется на всю твою жизнь. Ты больше никому не будешь нужна мразь. Горячий утюг придвинут довольно близко к щеке потерпевшей. Она пытается сказать что-то, но скотч закрывает ее рот. Она пробует вырваться, но этот план стреском проваливается. Скотч на ногах добротный и примотан он на славу. Но попытка вырваться не остается незамеченной. Доцент Соколов наносит Катерине еще несколько ударов. Я знаю, как правильно приласкать и погладить телку, восклицает доцент Соколов, держа в руках включенный в сеть утюг. Если быть совсем точным, то нагрев на утюге выставлен в позицию лен. Олег Валерьевич не любит искусственные ткани хотя бы потому, что их не существовало при Наполеоне Бонапарте, которым он считает себя. Катерина до сих пор не может поверить, что все происходит с ней. Она, конечно, помнит, что Соколов постоянно унижал и оскорблял ее. Он психовал, бил посуду, рвал одежду, угрожал, но такого еще не было. Она смотрит на все это и вспоминает их совместную жизнь. Катерина помнит их поездки во Францию, где у Соколова было много знакомых. В ее памяти всплывают все эти реконструкции знаменитых сражений, научные работы, написания исторических книг и многое другое. «Тебе даже нечего сказать свое оправдание, тварь!» кричит Олег Валерьевич. «Сука! Никто не знает, что ты у меня, что ты в Москве. Я тебя убью и закопаю на стройке. Никто не будет искать тебя, по крайней мере у меня. Мразь!» Она вспоминает, что Соколов наряжал ее во всякий ретро-хлам, подобно кукле, а затем демонстрировал своим знакомым в качестве стильного украшения интерьера и практичного аксессуара. Обоняние Катерины не может забыть запаха духов, которыми Олег Валерьевич заставлял ее пользоваться, так же, как и свою жену, и так же, как всех предыдущих и последующих своих любовниц. Остается в ее памяти и то, как Соколов постоянно закупался всякими плюшевыми медведями, говорил ей, что он тоже плюшевый и просил называть его медведиком. «Монстр, сука!» кричит медведик Соколов. «Ты во всем виновата, мразь! Это ты довела меня до такого состояния!» Олег Валерьевич ставит утюг на пол, снова бьет по лицу привязанную девушку. Тем временем Катерина высвобождает свою правую ногу от пут. Однако с левой ногой и всеми остальными частями тела это не проходит. Доцент Соколов берет девушку за уши и тянет вверх. Катерина вырывается из рук историка и бежит в другую комнату вместе с привязанным к ней стулом. Соколов догоняет свою жертву, бьет ее по ногам и девушка вместе со стулом падает на пол. Так как Катерина привязана к стулу сидит, то несложно догадаться, как этот предмет мебели привязан к ней. Однако при падении стул поднялся немного выше, а само сидение оказалось в районе поясницы Катерины. Мразь, монстр, не унимается историк, начав бить по стулу и следовательно удары наносились в район поясницы и спины его избранницы. Затем Соколов хватает электрический провод и начинает душить девушку. Катерина связана, поэтому сопротивляться получается как-то не очень. Ей не хватает кислорода, она жадно глотает воздух, но это не слишком-то помогает. Катерина теряет сознание. Олег Валерьевич замечает, что девушка отключилась, а возможно умерла. Тогда он останавливается, отбрасывает провод в сторону и бежит на кухню. Олег Валерьевич испуган, он прибегает в комнату со стаканом и выплескивает почти всю воду своей жертве в лицо. Сука, плачет Соколов, это же из-за тебя все, мразь, если ты сдохнешь, мне отвечать придется, сука, никому потом не докажешь, что это ты виновата. Катерина лежит на полу, привязанная к стулу. Неподалеку от нее на полу валяется историк Соколов. Он плачет, кричит что-то не связанное, из глаз за цента текут слезы. После выплеснутой в лицо воды девушка постепенно приходит в себя, понимая, что она сука, монстр и что во всем виновата именно она. Увидев, что его избранница пришла в себя, Олег Валерьевич плачет и всхлипывая, ползет до стакана с остатками воды, который подносит Катерине. Девушка жадно выпивает жидкость. Историк продолжает устраивать истерику. Вскоре он смягчается и несмотря на то, что имеет дело с опасным монстром, по его же словам отвязывает девушку. Катерина ползет к ванной и срывает скотч со рта. Там она пьет воду из-под крана, умывается, пытается прийти в себя, разглядывает свое разбитое лицо в зеркале. Я тебе таблетки принес обезболивающие. Соколов появляется в дверях ванной, держа в руках пачку кетанала. Хорошие таблетки, рецептурный препарат. Прими несколько штук. Боль как рукой снимет и быстро заснешь. Катерина презрительно смотрит на этого человека, который только что избивал ее, размахивал перед лицом утюгом и грозился убить. Теперь он растерян, жалок и весь в слезах. Она ничего не говорит, берет две таблетки, глотает их и запивает водой из крана. «Это все из-за тебя», плачет Соколов. «Прекрасная девушка внезапно превратилась в монстра. Ты довела меня до такого сука. Я тебя боюсь, понимаешь? Ты ужасный монстр». Девушка встает и идет мимо Олега Валерьевича. Тот предусмотрительно отходит в сторону, чтобы не мешаться на ее пути. Она подходит к кровати, падает на нее и практически сразу засыпает. Через несколько часов девушку будет продолжающееся нытье Соколова. Монстр, сука, пьяный историк в треуголке Наполеона сидит в кресле с недопитой бутылкой коньяка. «Это кем же надо быть, чтобы вывести меня и заставить сделать такое?» «Чудовище из ада». Вскоре пьяный сир вырубился, уронил бутылку и начал громко храпеть. Катерина встала, попыталась одеться, но у нее не было сил и кружилась голова. Она просто не смогла уйти, снова легла на кровать и тоже вырубилась. Наутро Катерина оглядела комнату. Кругом валялись ее вещи, клочки одежды и ее волос. Похмельный историк, едва проснувшись и выпив воды, просил прощения, падал на колени, говорил, что если бы она вела себя нормально, то такого бы никогда не произошло. Вылет в Санкт-Петербург был пропущен, поэтому Олег Валерьевич предложил купить билет. Он взял паспорт Катерины и уехал, заперев ее в квартире. Билет был куплен лишь на следующий день, то есть Катерине нужно было еще около суток провести с доцентом Соколовым. Вечером к Сиру пришли друзья и они отмечали годовщину сражения под Устерлицем. Он велел Катерине тихо сидеть в комнате, не шуметь и не выходить, а сам веселился с друзьями за стеной. Друзьям доцент заявил, что его подруга уже влетела домой. Но нельзя же было ему показывать уважаемым людям свою избитую подружку, у которой и вид-то был совсем не товарный, а уж что у нее было на уме и что она могла сказать, об этом даже и думать-то было страшно. Наутро Соколов предложил довезти Катерину в аэропорт, но она отказалась. Доцент в очередной раз упал на колени, просил прощения, обвинял ее во всем, предлагал ей остаться. Девушка была сыта по горлу и не хотела слушать весь этот бред. Соколов тянул ее за рукав, в итоге порвал шубу. Ничего не сказав на прощание, Катерина покинула квартиру историка, доехала до аэропорта, прилетела в Санкт-Петербург. В Пулково девушку встретила подруга, с которой вместе они поехали в травмпункт, где зафиксировали многочисленные побои на теле Катерины. Затем они поехали в отделение милиции, там подали заявление, которое правоохранители нехотя приняли. Однако в возбуждении уголовного дела против Олега Валерьевича Соколова Катерине было отказано. Глава шестая книги «Да он просто обычный хуеплет», говорит гробовщик по телефону, наряжается то в Наполеона, то в рыцаря какого-то, потом собирает вокруг себя всяких прихлебателей, которые кланяются ему, молятся на него и называют его не иначе как Сир. Вся его мифическая армия это ряженые придурки, которые не наигрались солдатиков в детстве. Откуда-то находят таких же безумных телок, которые носят эти бальные платья из прошлого, а затем участвуют в групповушках со всеми этими гусарами и мушкетерами. Понятно, констатирует Темнослав, никакого интереса для нас доцент Соколов не представляет, никакой борьбы с врагами человечества с его стороны не будет. Похоже, все, что он писал варгу, полная чушь. Спасибо тебе, Кирилл. На здоровье, говорит гробовщик. Что будем писать варгу? Писать будем примерно следующий, отвечает Темнослав. Доцент Соколов является человеком полностью бесполезным и неадекватным. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на его помощь. Никакая реальная армия за ним не пойдет. Все окружение этого Соколова такие же ряженые шуты, как и он сам. Рассчитывай на свои силы. Этот проходимец тебе точно не поможет. Думаю, что так и стоит ответить нашему товарищу. Отлично, отлично, восклицает Кирилл. Слушай, Волхов, если этот Соколов такой бесполезный и ненужный, то я бы его использовал в своих целях. Использовать в своих целях это как, удивленно спрашивает Темнослав. Но если ты еще помнишь про ритуал Мары, который мы должны завершить, говорит гробовщик, я бы хотел использовать доцента в этом направлении. Олег Валерьевич Соколов это известный реконструктор, а не девственница, как мы удовлетворим жажду Мары с его помощью, кровь его точно не подходит для ритуала. К черту кровь, говорит гробовщик, есть другой способ проведения ритуала и ты об этом осведомлен не хуже меня, тот самый способ, с которого все началось, так называемый жесткий вариант. Мы можем сделать Соколова ритуальной жертвой. Хочешь притащить этого историка на капище и там зарезать, пугается Волх. Я кого-то куда-то тащить не собираюсь и резать никого не буду, уверенно говорит Кирилл. Подошлем к нему маньячку и она все сделает как надо, четко по книгам. Хорошо, Кирилл, говорит Волх, я не имею ничего против твоего предложения, главное, чтобы все прошло нормально и чтобы не было такой херни, как в предыдущие наши попытки. У меня очень серьезные проблемы, Настя, говорит гробовщик, это довольно сложно объяснить, потому как корни проблем произрастают из области метафизики, а плоды зреют здесь, в нашем материальном мире. То есть проблемы мои вполне осязаемы. Что ты такое несешь? Настя подозрительно смотрит на Кирилла. Какая нахуй метафизика? Ты мне лучше скажи, что случилось? Один ритуал, отвечает Кирилл, мы его неудачно провели, отсюда все проблемы, богиня Мара до сих пор недовольна. Какая богиня? Настя на лицо принимает гневное выражение. Ты обдолбался наркоты, Кирилл, без меня? Ничего я не обдолбался, Кирилл повышает голос. Послушай меня внимательно, Настя. В мире все совсем не так, как кажется. Ты взываешь к неким высшим существам в надежде получить что-то от них или задобрить их. Иногда это получается, иногда нет. Но бывает так, что ты ошибаешься и все разворачивается против тебя. Ты можешь, конечно, смеяться над всей этой метафизикой, но это перевернуло всю мою жизнь окончательно и бесповоротно, понимаешь? Не совсем поняла, если честно, отвечает Настя. Я тебя спрашиваю, почему ты от меня бегаешь, скрываешься и не принимаешь мои звонки, а ты мне на это отвечаешь, что неправильно провел ритуал и богиня я не понимаю, чем могут быть связаны эти вещи. Знаешь что, дорогой, я тоже на тебя прогневалась, если честно. Настя, ты меня совсем не слушаешь. Кирилл хватается руками за голову. Пойми, что ты очень дорога мне и сейчас моя главная забота, чтобы несчастье из-за этого неудачного ритуала не коснулись еще и тебя. В мою жизнь этот ритуал внес много интересного, включая пять лет тюрьмы. Поверь, несчастья не заканчиваются и по сей день. Хотя, конечно, масштаб их уже не такой. Обрати внимание, Настя, что я ни с кем не вступаю в постоянные отношения. Думаешь, что я не люблю тебя и не хочу быть с тобой? Ты ошибаешься. Просто я боюсь за тебя. Поэтому, пока этот ритуал не завершится, все так и будет продолжаться, как сейчас. Ну хорошо, говорит Настя. Ты веришь в подобную чушь? Это твое право. Видимо, тут я не смогу тебя переубедить. Но когда ты планируешь закончить с ритуалом дорогой? Когда ты доведешь его до конца? Понимаешь, Настя, гробовщик смотрит куда-то в потолок. Я не могу завершить этот ритуал. У меня не получается. Мне пытались помочь и другие люди, но у них тоже ничего не вышло. Я же рассказывал тебе, как я пытался завалить чувака на капище. Рассказывал, вздыхает Настя. Ну, если между тобой и мной стоит твоя мстительная недовольная богиня, то я готова принять в этом участие и успокоить ее. Что надо делать? Нет, Настя, нет, начинает жестикулировать Кирилл. Я не хочу, чтобы даже знала подробности. Ты очень дорога для меня. Я не хочу. Да плевать, что там хочешь, кричит Настя. Если нашему с тобой счастью мешает только это, то меня твой ритуал уже коснулся, я уже в деле. Давай-ка без соплей, что там нужно. Ритуальное убийство с расчлененкой медленно и тихо произносит Кирилл, смотря в пол. И это должно быть по некоторым правилам, иначе ничего не выйдет. У меня есть книги, согласно которым нужно провести этот ритуал. Всего-то Настя смотрит на Кирилла влюбленными глазами. Это ерунда, сделаем. Подробности расскажешь позже. И книги свои передашь мне тоже потом. Мы так и будем с тобой сегодня весь день трепаться, или ты уже выебешь меня наконец. Сегодня у реконструкторов праздник, годовщина какой-то очередной битвы с французами. Но Настя не знает, что это за битва. Ей в общем-то наплевать. Она первый раз в жизни присутствует на таком мероприятии. Для кого-то это интересно, но ей больше нравятся нормальные мужики, а не ряженые клоуны, играющие в солдатиков. Хотя на этот раз судьба распорядилась так, что Насте придется иметь дело именно с этими клоунами. А может быть на этом празднике жизни. Да для такого дела, ради которого она здесь находится, она и должна была прийти одна. Вокруг нее разворачивается какой-то карнавал в буквальном смысле этого слова. Повсюду ходит огромное множество ряженых солдат, гусар, уланов, драгунов, гренадеров и черт его знает кого еще. Кто-то из этих солдат несет в руках ружье, другой початую бутылку французского коньяка, третий цепляется свободными руками за талию какой-нибудь дамы в платье того же времени, где-то вдали оаз тащит по полю бутафорскую пушку, чтобы установить ее на позицию. Вот рядом, прямо как по Лермонтову смешались люди-кони. Но это не бой и даже не имитация боя, они просто делают фотки, чтобы выложить их в социальные сети. Помимо ряженых здесь также очень много людей в гражданской одежде. Собственно Настя тоже в ней. Она смотрит по сторонам, что-то разглядывает, пытается кого-то найти. Взгляд Настя упирается в какого-то мужика на белом коне. Он явно тут один из командиров всего балагана. Мужик этот уже старый, лет под 60. Люди толпящиеся вокруг него смотрят на этого мужика, слушают его и кажется со всеми его мыслями и словами соглашаются. Рядом с мужиком много ряженых в костюмах офицеров и еще больше дам в бальных платьях. Платье соображает Настя и взгляд ее оставляет мужика на коне вместе с его свитой и начинает снова скользить по окружающим ее людям в поисках чего-то. Настя замечает какую-то девушку в подходящем ей платье, собирающую в поле цветы чуть в стороне от балагана. В голову ей приходит несколько рискованная мысль убить девушку и забрать ее платье. Но это явно небезопасно. Пьяные гусары могут заметить и тогда все пропало. Настя продолжает искать. И вот на глаза ей попадается палатка, возле которой развешаны костюмы всяких там гусар, а также дамские платья. То, что нужно, думает Настя и спешит к этому месту. Там рядом со всей этой одеждой сидит мужик в одежде французского гренадера. Мужик этот уже немного навеселее. Возле входа в палатку стоит недопитая бутылка коньяка старый Кёнигсберг. Привет! Настя подходит к гренадеру. Что ты не воюешь вместе с остальными? Должен же кто-то в тылу сидеть, отвечает ей гренадер. Я интендант французов, отвечаю за снабжение. Будешь коньяк? Настя уверенно кивает головой, подходит ближе, берет из рук гренадера коньяк и делает довольно объемный глоток. Спасибо, говорит Настя возвращая бутылку. А можно мне примерить платье? Примерить смеется интендант. Я тебя впервые вижу. Если ты уйдешь в нем и не вернешь. С меня же спросят. К тому же у нас есть люди для кого эти платья привезли и они примут участие в нашем шоу. Я бы тоже хотел принять участие. Глаза Насти загорелись. Что для этого нужно? Тебе надо искать сира, отвечает гренадер. Он здесь царь и бог. Он все решает. Но боюсь, что без платья он не будет с тобой даже разговаривать. Тогда мне нужно платье, улыбается Настя. Девушка, если бы все было так просто, то смотрит гренадеру в глаза. Что удивляется гренадер? Член смеется Настя. Я не знаю, что еще могла бы тебе отсосать. Но гренадер с трудом находит слова. Мне просто очень нужно это платье, говорит Настя. Поэтому я готова отсосать за него прямо в этой палатке. Гренадер смотрит на девушку с одновременным чувством растерянности, желания и страха. Он стоит спиной коньяка. Настя подходит к нему вплотную, заталкивает гренадера внутрь, а затем входит туда сама. Какой у вас прекрасный, слышит Сиру себя за спиной. Олег Валерьевич на несколько минут отъехал от толпы прихлебателей. Ему надо было подумать, побыть наедине с собой, поразмыслить о том, что только что случилось. Хотя что там думать, его девушка Анастасия только что закатила ему скандал из-за пустяка. Подумаешь, Олег Валерьевич начал лапать женщин в ретро-платьях. Что в этом необычного? Зачем из-за такой ерунды устраивать скандал? И вот Сир один в стороне от людей. Его белый конь моренго мирно жует траву. И вдруг за спиной Олега Валерьевича раздается женский голос. Естественно, Сир разворачивается и видит перед собой молодую девушку в платье эпохи Наполеона. Простите, Соколов улыбается незнакомке, что вы сказали? Я говорю, что ваш конь, отвечает Настя, он прекрасен. Его зовут Моренго, говорит доцент Соколов, а мне хотелось бы узнать, как зовут вас, прекрасная незнакомка. Кстати, ваше платье, оно великолепно. Меня зовут Изабель, отвечает Настя, и наблюдает за тем, как Соколов изменяется в лице. Дело в том, что перед этой поездкой Настя пыталась нарыть в интернете как можно больше информации о Соколове. В социальных сетях ей удалось выяснить, что свою младшую дочь Алекс Валерьевич назвал Изабель, а его любовница Анастасия рассказывала своим подругам, что историк также называет ее. Какой из этого можно было сделать вывод? Только один. С этого момента Настю тоже зовут Изабель, по крайней мере в кругах реконструкторов. Сложно ли Насте сменить на время свое имя? Совсем нет. Профессиональные проститутки часто меняют имена. Изабель на лице сироп появляется умиление. Какое прекрасное имя, и как оно подходит такой очаровательной девушке, как вы. Великолепное платье на очаровательной девушке с прекрасным именем, улыбается Настя. Может быть вы влюбились в сир? Вы же тот самый сир? Сир, Олег Соколов распрямляется, задирает нос к небесам, а затем возвращает взгляд к собеседнице. Да, здесь я сир, Наполеон Бонапарт, но близкие друзья могут называть меня Олег. Олег, переспрашивает Настя, тоже нормально, но я могу называть вас сир, это слово оно так меня возбуждает. Что простите? Соколов инстинктивно пригнулся в сторону девушки. Возбуждает, когда я произношу слово сир, говорит Настя. Милая Изабель, вы меня поражаете, Соколов изображает некую стыдливость. Позвольте спросить, а давно вы ездите на мероприятия реконструкторов? Что-то я вас раньше не видел. Конечно не видели, сир, отвечает Настя. Я девушка скромная, всегда прячусь в рядах зрителей или в массовке. На балу, например, ко мне вообще никто не подходит. Стоит себе такая серая мышка в сторонке, а кавалеры приглашают на танец других. Понимаете, сир? Серая мышка? Соколов изображает удивление. Да вы, Изабель, прекрасней многих дам, которые здесь и сейчас находятся в центре внимания. Напрасно вы себя так недооцениваете, милая Изабель. Хотите, я представлю вас своим друзьям. Зачем мне ваши друзья, Сир? спрашивает Изабель. Меня интересуете конкретно вы? Весьма польщен, Сиры переполняют чувства. В детстве я много читала про Францию времен правления Наполеона, говорит Настя, смотрела большое количество фильмов на эту тему. Мне всегда нравился Наполеон Бонапарт, и я думал, что когда вырасту, то обязательно стану его женой. Но потом, когда я начала я осознала, что Наполеон Бонапарт мертв, и моя мечта никогда не осуществится. Но теперь я увидела вас, Сир, и я поняла, что вы и есть он. Вы и есть Наполеон, понимаете, Сир? О, да, восклицает доцент Соколов, я прекрасно вас понимаю, милая Изабель. Мне очень повезло, что я вас встретила. А то бы так и думала, что меня здесь и сейчас. Здесь и сейчас переспрашивает шокированный историк, которому всегда самому приходится быть инициатором подобных разговоров и действий. Здесь кругом люди, мне даже сложно представить, как это можно сделать. Это можно сделать как угодно, уверенно говорит Настя. Можно даже анально. Но я Соколов слегка теряет дар речи. Да, конечно, я хотел бы. Тогда для начала может быть вы слезете с коня, Сир, спрашивает Изабель и смеется, а то боюсь, что у нас так ничего не выйдет. Я уже спешу к вам, милая Изабель. Олег Валерьевич поспешно слезает с коня. Поторопитесь, дорогой Наполеон, смеется Настя. Раньше начнешь, раньше кончишь. Поторопитесь, Сир, а то ваша свита отправится на поиски своего хозяина и увидит то, о чем ей не положено знать. Настя сидит за столом и листает книги. Их перед ней около десятка. Она находится в Санкт-Петербурге, в доме 82 на набережной реки Мойки. Этот дом когда-то назывался доходным домом Егермана, и в нем некоторое время проживал русский драматург Андрей Андреевич Жандр, у которого останавливался Александр Сергеевич Грибоедов. Затем участок этот был куплен русским ученым-ботаником Михаилом Воронином, который построил во дворе воронинские бани с асфальтовым покрытием, фонтанами, бассейнами, изразцами и регулируемой температурой. Сам доходный дом тоже стал называться по имени владельца домом Воронина. Если быть точнее, то Настя не арендует в этом доме жилье. Она находится в квартире историка Соколова. Эти книги на столе они все однообразные, все на одну и ту же тематику. Все, что можно в них найти, это очень подробная информация о Наполеоне, его армии, его стране, его эпохе. Настя их листает, но достаточно лишь прочитать названия, чтобы получить по ним исчерпывающую информацию. Армия Наполеона, Аустерлиц, Наполеон, Россия, Европа, Битва двух империй, Наполеон Бонапарт, Проед Контра, образ Наполеона Бонапарта в культурной памяти об Отечественной войне 1812 года, антология, из истории конституционного строительства в Западной Европе в новое и новейшее время, от национально-государственной единой Европе, проблемы европейской интеграции в 11-21 веках, первая итальянская компания Бонапарта, часть первая, битва за Пьемонт, стратегия и тактика наполеоновской армии, битва трех императоров, Наполеон, Россия и Европа, испанская война и тайна тамплиеров, несложно догадаться, что автором всех этих книг является Олег Валерьевич Соколов. Настя берет книгу «Армия Наполеона», перелистывает несколько страниц и начинает читать. Процесс по образованию полубригад происходил зимой 1793-1794 года и в основном завершился к концу 1794 года. Разумеется, крайняя распыленность частей, сложность осуществления слияния прямо в ходе кампании привели к тому, что далеко не везде амальгама произошла в точности так, как было постановлено. Некоторые полки и батальоны были амальгамированы только в 1795 году. Однако общий результат был очевиден. Отныне армия Великой Французской Революции представляла собой единое целое с общими для всех регламентами, законами, правилами чинопроизводства. Еще до того, как процесс амальгамы был завершен, Париж потрясли новые революционные события. 2 июня 1793 года пали жерандисты и к власти пришли якобинцы, радикальное крыло революционеров. Однако еще раньше правительство приняло ряд решительных мер, продиктованных военной необходимостью и имеющих самое непосредственное отношение к армию. «А, какая же хуета!» восклицает Настя довольно тихо. «Ебаный мудак поехавший! Амальгама на полубригадах, да еще и с якобинцами вместо жерандистов! Это что же должно быть в голове у человека, который пишет такую хуйню?» «Ты что-то сказала, дорогая Изабель?» кричит из кухни Олег Валерьевич. «Я уже иду с вином!» «Отличная книга эта армия Наполеона», отвечает ему Настя. «Мне понравилось! Даже не смогла сдержать эмоций!» «А вот и я!» И в дверях комнаты появляется историк Соколов с лучезарной улыбкой, двумя бокалами и бутылкой красного вина. «Очень рад, что тебе понравилось, Изабель!» «Книгу можешь взять себе! Я даже подпишу ее!» «О, спасибо, Сир!» Настя делает вид, что обрадована такому подарку. «Уже по запаху чувствую, что вино мы сегодня будем пить очень замечательное! Наверное, это и есть любимое вино Наполеона?» «Да, Изабель, ты права!» Сир расплывается в улыбке. «Это еще и мое любимое вино!» «Наверное, память сохранила любимый вкус и пронесла их через прошлые жизни!» «Это Жевре Шамбертен!» «Самое полнотелое и структурированное вино Бургундии!» «Одно из самых элитных красных сухих вин планеты!» «Сделано из винограда сорта Пино Нуар!» «Ну, в общем, это нечто особенное!» «Если ты никогда не пробовала бургундского вина, то будешь шокирована и влюбишься в этот напиток!» «Посмотрим, посмотрим, ухмыляется Настя!» «Пока что я влюбилась в тебя, Наполеон!» «И мне этого более чем достаточно!» Соколов любит лесть, в том числе и грубую. Он слышит ее постоянно и уже начал принимать за правду. Насте даже не нужно ломать комедию, все идет как надо, цепочка событий выстраивается сама собой. Олег Валерьевич легко ведется на уловки Изабель, кажется, что Сир счастлив, улыбка на его лице натуральная, ненатянутая. Он садится за стол, ставит бокалы и начинает разливать в них вино. Настя отодвигает книги в сторону и смотрит на Соколова очень заинтересованным взглядом. За нас! За нас! Соколов берет бокал. За нашу любовь, говорит Изабель, чокается бокалами сиром и отпивает немного вина. Сказочный напиток. Я же говорил, что ты полюбишь этот божественный нектар, восклицает Олег Валерьевич. Пока они распивают эту бутылку вина, то беседуют о какой-то возвышенной и совершенно неинтересной херне. Настя уже не первый раз посещает квартиру доцента Соколова. После секса на скорую руку в поле перед реконструкцией сражения они встречались еще дважды и оба раза в этом месте. Сейчас происходит третья встреча доцента Соколова и Настя на его квартире. Два прошлых раза Настя готовилась к ритуалу, но сегодня она уже подошла к тому, чтобы все закончить. Она готова закончить ритуал, который начал гробовщик. Готова закончить жизнь этого старого придурка. Это будет некое обнуление, после которого они с Кириллом смогут наконец-то быть вместе. Я собираюсь выгнать эту суку к чертовой матери, Соколов уже довольно пьян. Я люблю тебя, Изабель, а эту Настю я ее ненавижу, понимаешь? Она была такой очаровательной дамой превратилась в мерзкое чудовище из сказки. Пусть она убирается отсюда в свое общежитие. Я больше не хочу ее видеть и тратить лучшие годы своей жизни на этого монстра. Думаю, что не стоит так торопиться, говорит ему Настя. Тебе нужно подумать Сир выгнать всегда успеешь. Тебе нужно осознать, что я для тебя гораздо важнее, чем она. Я это осознаю, кричит Сир. Я влюблен в тебя, Изабель. Она конечно тоже восхищается моими книгами и другой моей деятельностью, но в целом я замечаю, что делает она это ради своей будущей карьеры историка. Она все врет мне, а ты настоящая, ты не фальшивишь, Изабель. У меня создается такое впечатление, что ты не играешь вместе со всеми нами в наши реконструкторские игры. Мне кажется, что ты настоящая девушка из прошлого. Ты очень натурально в своей игре. Я не играю, Сир, отвечает ему Настя. Я так живу. Я действительно живу прошлым, той самой эпохой. А знаешь, дорогая Изабель, что я тоже живу всем этим. Голос Соколова становится тише, то он такой, будто он доверяет своей возлюбленной самую большую тайну собственной жизни. Вся моя жизнь это реконструкция. С молодости и до настоящего момента я косплею различных исторических личностей, преимущественно Наполеона Бонапарта. Но теперь я уже не так молод и стал кое-что забывать. Ты знаешь, например, для нормального секса можно выпить специальную таблетку и все будет отлично в любом возрасте. А с памятью никакие таблетки не помогают, она становится все хуже и хуже с годами. А когда я пьян, то забываю многое. Поэтому так получается, что раньше я писал эти книги, находил историческую информацию, добавлял туда что-то из головы. А теперь я эти книги сам периодически читаю, чтобы вспомнить, что же должен делать Наполеон. Представляешь? Я уже не помню, что в них, поэтому для того, чтобы жить по правилам Наполеона, мне приходится читать свои же книги. Только никому об этом ни слова. Конечно, мой дорогой Сир, об этом не узнает ни одна живая душа, говорит ему Настя, и в этот момент в голове ее созревает новый, более изощренный, но безопасный для нее план. У Насти в косметичке находится небольшой пузырек с сильнодействующим снотворным. В сумочке серп, нож и пара книг на тему славянских ведических ритуалов. Сегодня она подготовилась и хотела провести тот самый ритуал. Настя собиралась принести доцента Соколова в жертву богини Мали, однако такое мероприятие было совсем небезопасным. Ее могли запомнить соседи, ее могли снять камеры, да много чего еще могло случиться, и тогда бы за убийство этого историка Настю могла бы ждать тюрьма. А все эти мечты о том, что она будет вместе с Кириллом, они разрушаются в один миг. Но теперь все будет по-другому. Настя знает, как она поступит в следующий раз. Олег Валерьевич, чья память периодически обнуляется, живет по книгам. Он черпает из книг данные о жизни Наполеона, вставляет эти данные в свою жизнь и пытается жить так, как это делал Наполеон. Если быть более точным, то он пытается жить так, как ему говорят книги, которые предположительно правдивы и предположительно о жизни Наполеона. А если я заменю ему книги, думает Настя, тогда вместо этого долбоебизма захвата мира, наш новоявленный Наполеон вдруг откроет книгу, в которой рассказывается, как правильно убить телку. В тот момент Сир, будучи уверенным, что книга эта является инструкцией по его дальнейшей жизни, выполнит все, о чем в той книге говорится, и мне не нужно будет его валить. Сир убьет свою бывшую телку, а сам сядет в тюрьму за убийство. Таким образом, мы совершим ритуальное убийство, устраним этого сумасшедшего Соколова, а я останусь вне подозрений. Ты помнишь, Изабель, как спрашивала, что за книги лежат у меня возле прикроватной тумбочки, спрашивает доцент Соколов. Это те самые книги, которые мне теперь приходится читать, чтобы вернуться в нашу реальность. Я потребляю их даже чаще, чем таблетки, 3-4 раза в день. Как интересно, произносит Изабель, прикидывая, какие книги ей придется купить, чтобы изменить настрой доцента, на тот настрой, который нужен ей. Глава 7. Жертва. Привет, Кирилл, говорит Настя по телефону. Все прошло весьма успешно. Кирилл некоторое время молчит. Если честно, то он шокирован. Первая мысль Кирилла, она из ада что ли звонит? Смерть отпустили из ада для встречи со мной? Привет, Настя, отвечает гробовщик, пытаясь изобразить, будто ничего не случилось. Однако голос выдает его. Я ничего не понимаю. Откуда ты звонишь? Из Петербурга, теперь удивляется Настя. Откуда я еще могу звонить? Ну, после того, что показывают в новостях, Кирилл несколько раз запинается. Получается, что ты можешь звонить либо со дна мойки, либо из морга, либо из ада. Доцент Соколов расчленил свою любовницу Анастасию. Насколько я понимаю, что ты его любовница. И Анастасия, это тоже ты, разве не так? И если ты сейчас говоришь со мной, то кого убил Настя, но есть небольшой нюанс. До меня у него тоже была любовница, и она тоже называлась Анастасия. Скажу сразу, что он не фанат этого имени и не набирает себе в любовнице исключительно Анастасии. Он даже не знал, как меня зовут в реальной жизни, называл меня Изабель. Так вот, Сир хотел от своей предыдущей любовницы избавиться, а я посоветовал ему, как лучше это сделать. Ничего себе расклад, восклицает Кирилл. Как ты вообще смогла такое провернуть, Настя? Ведь наш первоначальный план в том, что именно ты, согласно условиям ритуала, принесешь жертву этого недоделанного Наполеона. Что-то пошло не так? Все пошло так, как должно было пойти. Вместо нашего с тобой несовершенного плана, судьба предоставила мне уникальную возможность сделать все правильное, не любовь, Кирилл, вкратчиво говорит Настя, а еще книги. Книги решили все, как будто Мойры, богини судьбы, Клота, Лохесис и Антропос написали и сплели из букв эту историю заранее, отложили ее на разные книжные полки, а потом заставили меня собрать все разделенные фрагменты воедино. После таких историй реально начинаешь верить в судьбу и в то, что все предопределено. Начинаешь думать о том, что ты лишь инструмент в руках кармы и ты не можешь ничего изменить и все, что ты делаешь в действительности делается тобой без твоего на то собственного согласия или желания. Тебя просто используют и это легко доказать на примере Сира. У Соколова не было вообще никаких шансов. А теперь объясни мне Олег, что значит нам пора расстаться? Анастасия смотрит на своего любовника с ненавистью и презрением. Я думаю, что ошибался в тебе, дорогая Анастасия, говорит доцент Соколов потупив взгляд. Мы не созданы друг для друга. Теперь наконец это стало ясно как день. Вот как вскипает Анастасия. И кто вдруг тебе это прояснил? Назови мне ее имя. Тебя это не касается, заявляет Олег Валерьевич. В любом случае ты во всем виновата. Ты и только ты. Сначала наши с тобой отношения походили на сказку. Но сейчас эта сказка приняла неожиданные обороты и стала очень страшной. Из прекрасной принцессы ты превратилась в чудовище. Еще и я виновата. У Анастасии начинается эстетический смех. Ты решил меня бросить, а заодно обвинить во всем? Ты уже забыл Олег, как клялся мне в любви? И если уж брать сказку, например, по красавицу и чудовище, то кто из нас чудовище? Если я, то получается, что ты красавица, Олег? Такая себе из тебя красавица получилась, если честно. Я клялся в любви прекрасной девушке, а не мерзкому чудовищу, кричит доцент Циколов. Ты испортила мне жизнь, ты монстр из ада, ты постоянно ревнуешь меня, не даешь мне даже разговаривать с другими девушками, а сама изменяешь мне направо и налево, со всеми подряд. Что ты несешь, Олег? Настя шокирована, откуда ты взял этот бред? Когда я левновала и когда я изменяла тебе? Ничего подобного ни разу не было, это гнусная ложь, напрасная клевета, назови хоть один пример, откуда ты вообще это взял выдуман, или старческий маразм у тебя начался? Старческий маразм негодуется Соколов, чудовище, ты меня еще и оскорблять будешь? Ну ладно, посмотрим. Куда ты посмотришь, кричит Настя вслед уходящему из комнаты силу. Олег Валерьевич покидает гостиную и идет в спальню. Там на прикроватной тумбочке у него лежат книги, которые иногда подсказывают, как нужно вести себя в той или иной ситуации. В основном это книги о Наполеоне, чьим перерождением является Олег Валерьевич Соколов, согласно его же собственному мнению. Доцент Соколов обычно хранит на своей тумбочке свои же книги или иные достоверные по его личному мнению книги о Наполеоне. Что бы сделал в такой ситуации дружище Наполеон, думает Олег Валерьевич, хватая лежащую сверху книгу. Не сомневаюсь, что император поступил бы правильно даже в такой ситуации. Там в книге находится закладка. Престарелый историк не помнит, что он ее оставлял. Возможно, он просто забыл об этом. Тогда Изабель бросилась на него с ножом. Это был большой кухонный нож, которым легко можно было выпотрошить даже свинью, читает Олег Валерьевич. Он не был готов рисковать, пытаясь обезвредить обезумевшую девушку, а потому выстрелил ей в голову. Выстрелил ей в голову, еле слышно произносит Олег Валерьевич улыбаясь и подняв указательный палец правой руки вверх. Наполеон бы выстрелил ей в голову, чтоб она и не смогла зарезать его. Что ты там бормочешь, маразматик, кричит Анастасия из гостиной. Совсем из ума выжил. Но несмотря ни на что она выжила. Доцент Цоколов читает другой абзац. Продолжая изрыгать угрозы, Изабель потянулась за ножом. Ему ничего не оставалось делать, кроме как выстрелить своей бывшей девушке в голову еще три раза. Еще три раза выстрелить. Олег Валерьевич кажется восхищен поступком предположительно Наполеона. Это какой же он молодец, предусмотрительный. Ты просто так от меня не избавишься, кричит из гостиной Анастасия. Вам, Сир, придется ответить за все ваши действия. Четыре выстрела, шепчет Сир, выдвигаясь в свой рабочий кабинет, где незаконно хранит обрез охотничьего карабина ТОС-17-0-1 калибра 5,6 миллиметров. Наполеон знал толк в охоте. Ты без меня бы ни одну из своих последних книг написать не смог, кричит Анастасия. Даже материал для лекций, который ты читал, приходилось готовить мне. Ты не знал, что будешь Ваш мозг уже не может работать нормально, Сир. Вся ваша жизнь это чтение книг и записок, из которых вы строите свою новую объективную реальность, Олег Валерьевич Соколов. Реальность старого маразматика, выжившего из ума. С ножом на меня бросаешься, значит. Соколов входит в гостиную с безумным взглядом и обрезом, направленным на Анастасию. Что ты творишь, Олег? В глазах Анастасии теперь заметен неподдельный ужас. Прекрати, я пошутила, Олег. Это всего лишь самооборона, шепчет историк и стреляет девушке в голову. Анастасия кричит, а затем падает на пол с простреленной головой. Соколов кладет обрез на стол и смотрит на тело своей бывшей любовницы. Из раны в ее голове медленно течет кровь, пачкая ковролин на полу. Доцент Соколов смотрит на жертву каким-то бессмысленным взглядом, без ненависти и без сожаления. Кажется вообще без эмоций и без мыслей. Но вдруг Сир замечает, что Анастасия начинает шевелиться. Но вдруг Сир замечает, что Анастасия начинает шевелиться. Она тихо стонет, двигает ногой, рукой, пытается развернуться, сдвинуть голову. Она жива. Соколов мрачнеет. Он бросается к девушке, размещает свои руки на ее в горле и начинает душить Анастасию. Однако это действие возымело обратный эффект. Анастасия еще больше ожила, начала кусать и царапать руки доцента, отрывать их от своей шеи. Соколов испугался и отскочил. Убить меня хочешь, шепчет Анастасия. Это ты во всем виновата, кричит Соколов. Ты чудовище, ты недостойна жизни. Ты должна исчезнуть. Мне необходимо очистить от тебя этот мир. Не делай этого, шепчет Анастасия. Остановись, Олег. Еще три раза выстрелить, говорит Соколов и хватает обрез. Историк целится девушке в голову и стреляет. В голове ее появляется еще одна дыра, кровь из которой хлещет довольно активно. Девушка перестает двигаться. Вероятно, она уже мертва. Два, говорит Олег Валерьевич и стреляет еще и еще. Три. Дело сделано. Голова бывшей любовницы превращена в бесформенное месиво. Олег Валерьевич роняет обрез и начинает плакать. Он встает на колени перед трупом бывшей подруги, трогает ее, пытается расшевелить, но лишь размазывает кровь по комнате. Чудовище, плачет Сир, бесчувственное чудовище. Ты никогда не любила меня, только мучила меня, издевалась. Зачем ты так поступаешь со мной? Теперь из-за тебя меня еще могут обвинить в убийстве. Ты чудовище. Когда Сир наконец осознал, что он сделал, было примерно 5 часов утра, то есть с момента убийства Анастасии прошло около 2 часов. Все это время историк и стерил, пил алкоголь, просил прощения у мертвой девушки, обвинял ее во всех смертных грехах, просил перестать притворяться и пачкать ковролин, просил встать и перевести себя в порядок. Но все эти действия не давали ровно никакого результата. Анастасию было уже не вернуть, а от трупа нужно было избавиться, причем в ближайшее время. Стоит обратить внимание на то, что примерно в 3.30 ночи доцент Соколов снова бросается к своей тумбочке с книжками. Он отбрасывает верхнюю книгу, из которой почерпнул так много полезной и объективной информации, в том числе и то, как правильно стрелять в голову девушки, нападающей на тебя с ножом, даже если она не нападает. Олег Валерьевич хватает какие-то рукописные листы и начинает лихорадочно читать их. В процессе ознакомления с информацией, имеющейся на листах, глаза Соколова начинают блестеть, на лицо возвращается улыбка. «Утюг!» произносит Олег Валерьевич и поспешно выходит из спальни. Он приносит веревку и утюг в гостиную, после чего усаживает труп Анастасии на стул. Затем историк привязывает мертвую девушку к стулу. Соколов включает утюг в розетку, немного ждет, а затем начинает размахивать им возле лица мертвой девушки, приговаривая, что она изуродованная никому не будет нужна. Вскоре Олег Валерьевич кладет утюг на пол, начинает плакать и пить алкоголь. Такой балаган продолжается до пяти утра, когда историк вдруг осознает масштаб проблем, нависших над ним. Он спешит отвязать остывший труп от стула. Доцент Соколов хранит в квартире не только обрезы книги, но и некоторые строительные инструменты, также расходные материалы. Он находит рулон целлофана, который заворачивает труп. Анастасия вместе с упаковкой перетаскивается в спальню и остается там до лучших времен. Еще часа полтора Сир наводит в квартире порядок. Он отмывает с пола и различных предметов кровь жертвы. Также Олег Валерьевич раскладывает разбросанные вещи на прежние места. Он делает это тщательно, стараясь вспомнить, как все выглядело до трагедии. Конечно, после этого убийства мир Олега Валерьевича изменился, причем явно не в лучшую сторону. Его воображаемый мир уже никогда не станет прежним. Вместо Лувра с Эрмитажем перед Великим Сиром теперь грозят открыть свои двери Бастилия и Кресты Мало того, к 16 часам Олег Валерьевич ждет гостей из реконструкторской тусовки. Как бы они чего-нибудь не заподозрили. Доцент Соколов прячет завернутый труп под кровать. В спальню никто не пойдет, Сир уверен в этом. Подготовив гостиную к приему гостей, Соколов пьяный, уставший и перенервничавший валится спать. Сира будет телефонный звонок от одного из гостей примерно за полчаса до начала торжества. Тот интересуется у Соколова, что нужно купить из еды и напитков. Олег Валерьевич успевает принять душ и привести себя в более-менее человеческий вид. Пришедшие вскоре гости ничего необычного не замечают. Торжество проходит довольно удачно. Весьма дружеской атмосфере, как впрочем и все подобные тусовки в доме Сира. Хотя некоторые гости все же отметили, что Олег Валерьевич выглядит несколько уставшим и подавленным. Однако это было отнесено насчет чрезвычайной занятости доцента и, возможно, некоторых недомоганий, связанных с его возрастом. Стоило только гостям покинуть логово гостеприимного хозяина, как Сир сразу же вытаскивает труп из-под кровати. Настало время избавляться от него. Вернее, от нее. Что делать дальше, доцент Соколов не знает. Он снова начинает плакать и нести всякую чушь. Затем достает бутылку коньяка Наполеон и несколько раз прикладывается к ней. Соколов и так достаточно пьян, ведь с друзьями он распивал далеко не чай. Если прибавить к этому нервный стресс, то несложно догадаться, что пьянеет Олег Валерьевич в этот день весьма быстро. Соколов вновь подходит к спасительной тумбочке и хватает следующую книгу. Там снова закладка. Интересно, когда я наконец понял, что стал забывать даже место в книге, с которого нужно начинать читать, шепчет Олег Валерьевич. Как хорошо, что я стал пользоваться закладками. Я даже не помню, что закладывал их. Доцент Соколов читает вслух. Мэрилин покорно ложится на пол и пытается снова. Медленно, медленно чемодан сдвигается с мертвой точки. Теперь до чемодана может дотянуться Тоби, если сильно постарается. Он, как может, пытается это сделать. Мэрилин встает. Тоби, надрываясь, Господи Иисусе, да что же там такое, Мэрилин, я же тебе говорила, да еще и воняет чем-то, невыносимо. Тоби пытается открыть чемодан. Да что он туда наложил-то, какого дерьма. Чемодан внезапно открывается сам и из него вываливается сотня человеческих рук. Одни мумифицировались, всохлись, другие слиплись, еще одни вклейкой жижи, гниющие, иные совсем новенькие, иные синюшные, иные окровавленные, иные без кожи, некоторые руки по локоть, а некоторые вообще отрезаны от плеча. Есть и просто несколько пальцев на кусочке кожи. Есть даже детские ручки, как это не печально. Мэрилин, ааа, ооо, Тоби, господи Иисусе, этот чувак везде с собой таскает чемодан с сотней рук, зачем ему это? Руки, восклицает Олег Валерьевич, чемодан с руками, я должен отрезать ее руки, мне необходимо расчленить труп, Наполеон сделал бы все это именно так. Доцент Соколов приносит в спальню ножовку по дереву, топор и два кухонных ножа. Он выпивает, еще немного коньяка, доходит до нужной кондиции и начинает пилить бездыханное тело своей бывшей любовницы. Конечно, будучи коренным жителем Санкт-Петербурга, Олег Валерьевич Соколов прекрасно понимал, что мешки с кусками трупа нужно выбрасывать в обводный канал. Место там довольно мрачное, если не будет свидетелей, то и искать никто ничего не станет. Однако серьезное опьянение, стресс и старость сыграли свою роль. Сир оказался просто не в состоянии идти или ехать так далеко. Но действовать было нужно, причем срочно, пока труп не начал разлагаться и вонять. Поэтому Олег Валерьевич решил выкинуть все, что ему мешало в мойку. Он даже не стал отходить куда-то в сторону, просто вышел из подъезда, подошел к ограждению и выбросил первый пакет с частями тела Анастасии. Затем еще один пакет, отправившийся за ним следом. Третий пакет оказался последним. Не в том плане, что Соколоп успел перенести весь труп за три раза. Просто Сир больше не успел ничего утилизировать. Пакет находился в рюкзаке, чтобы случайные прохожие не увидели или не унюхали что-то подозрительное. К тому времени историк употребил уже столько Наполеона, что с трудом держался на ногах. Размахнувшись в попытке забросить части тела Анастасии куда-нибудь поглубже, доцент Соколов не рассчитал своих сил и рухнул в реку. Шел ноябрь. Купальный сезон в Санкт-Петербурге уже завершился и вода в реке была весьма холодна. Проезжавший мимо таксист увидел рухнувшего в реку мужчину и позвонил в службу спасения. Спасатели приехали довольно быстро, однако Сир все же успел серьезно переохладиться и без оказания должной помощи дело могло бы дойти даже до пневмонии. Олег Валерьевич был геспитализирован в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Осмотрев его вещи, спасатели обнаружили в рюкзаке завернутый в пакет две отчлененные женские руки. Пока врачи отважно боролись за жизнь знаменитого историка, спасатели нашли в Мойке в том месте, где выловили Соколова два пакета с распиленными ногами убитой девушки. При обыске в квартире Соколова обнаружили женское тело, отрезанную голову, окровавленные ножовку, кухонные ножи и топор. Олег Валерьевич, придя в себя, пытался оформить явку с повинной, но следствие ее уже не приняло. Сиро обвинили в убийстве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Как-то так все и было, смеется Настя, понимаешь, Кирилл, твоя богиня Мара, она приняла нашу с тобой жертву, у меня все получилось, дело сделано, ритуал завершен, доценцы колов нейтрализован, теперь ничего не помешает нам с тобой быть вместе, да, дорогой? Да, да, дорогая, Кирилл растерян, с тем, что произошло, мне все ясно, давай-ка немного подробнее про сам ритуал, этот Наполеон, он сделал все как надо? Ну, конечно, как надо, отвечает Настя, что там может быть не так, жертва принесена, все прошло удачно. Жертва, это не показатель, пытается возражать Кирилл, меня интересует, как проходил ритуал, там все было четко по книгам, дорогой, ты задаешь такие вопросы, как будто я помогал этому придурку отпиливать девочке руки, возмущается Настя, естественно, меня там не было в момент проведения ритуала, я не могу тебе гарантировать, что этот историк истолковал все правильно, я лишь вижу результат, но книги, Настя, продолжает Кирилл, ты же сама мне призналась, что книги решили все, ты положила ему правильные книги, те книги, которые я давал тебе, да, дорогой, немного смущается Настя, ну, как бы это тебе сказать, почти, почти, спрашивает Кирилл, что это значит, почти, а Настя пытается придумать оправдание, ну, дорогой, я немного почитал эти книги, пока ехала в Петербург, и там, на месте, еще немного их почитала, ну, и Кирилл взволнован, ну, и хуйня, эти книги, если честно, отвечает Настя, там бред покруче, чем в книгах этого безумного историка, понимаешь, если он такого начитается, то со своей телкой через костер прыгать начнет, а затем они в ванной будут венки запускать, но нам с тобой, тем более твоей Маре, нужно другое, понимаешь, дорогой, ничего не понимаю, лоб Кирилла покрывается потом, он уже начинает предчувствовать что-то, я тоже в них ничего не поняла, говорит Настя, те две с заклиналиями я сразу выкинула, потому что чушь несусветная, черную книгу Мары, конечно, оставила, прямо как ты просил, ну, и помимо нее добавила еще несколько книг от себя, еще кое-какие материалы, так, всякую ерунду, мне показалось, что эта литература сделает ритуал более красочным, что ли, понимаешь, дорогой, Настя, давай поподробнее, Кирилл нервничает, говори, что ты там положила за книги, это обычные книги, вспоминает Настя, не только книги, когда я была у Соколова дома, он хвастался мне, что его знакомые из милиции, которые тоже реконструкцией занимаются, подогнали ему копию заявления предыдущей его телки, где она обвиняет доцента в избиении и пытках, но там все стильно было, прямо БДСМ игры, он ее связал, отпиздил, и хотел горячим утюгом пригладить, изменить дизайн лица называется, мне понравилось очень, поэтому, когда я ему подкладывала книги, то вложила туда и это заявление, чтобы дедушка не забыл, как телок связывать и как правильно использовать утюг, нормально же, дорогой, рассказывай все, Настя, Кирилл уже догадывается, что ритуал, если и был, то явно не по канонам, это очень серьезно, кошмар, вот заладил, серьезно там, не серьезно, возмущается Настя, главное, что дело сделано и сделано оно неплохо, дальше была еще книга, название не помню, автора тоже, купила на трех вокзалах в Москве, там был какой-то книжный развал, все по 50 рублей, по типу гульварная чтива всякая, вроде как детектив, сюжет говно, конечно, но мне понравился один момент, когда чувак телке в голову из ружья четыре раза выстрелил, прикольно, по-моему, я на это место закладку поставил, чтобы дедушка не ошибся, чтобы он взял ружье и выстрелил точно в цель, чтобы не промазал, и еще одна была книга, пьеса, пьеса, спрашивает Кирилл, едва сдерживаясь, да, дорогой, пьеса, пьеса вообще отличная, называется Однорукий из Спокана, автор Мартин Макдонах, это один из лучших современных драматургов, он еще и фильмы снимает, залечь на дно в брюге, семь психопатов, три билборда, исключительно черный юмор, ну так вот, сюжет там необычный, этот Однорукий, он в 17 лет руку потерял, гопники держали его руку, и по ней проехал поезд, а затем они ушли и помахали ему его же рукой, и теперь этот чувак винит всех в этой трагедии, а заодно ищет всякие руки, надеясь найти свою, к слову, уже много рук он нашел, этот чувак таскает с собой чемодан, набитый отрезанными руками, понимаешь, дорогой? Настя, зачем? Кирилл в ужасе, да я понятия не имею, зачем, отвечает Настя, я не дочитала это до конца, но прикольно же, чемодан с отрезанными руками, зачем ты книги поменяла? Кирилл повышает голос, да ладно тебе, дорогой, смеется Настя, это же весело, старый маразматик положил в сумку руки и свалился с ними в реку, а с твоим книжками что бы вышло, думаешь, он сидел бы в кухне и читал заклинания? Но теперь все позади, дорогой, теперь никто не может помешать нашему счастью, ведь так, Кирилл? Настя, у Кирилла от волнения в горле в столком, и он не может говорить, дорогой, тревожно спрашивает Настя после некоторой паузы, что с тобой, дорогой, ты от счастья дар речи потерял, ведь теперь нам никто не помешает, правда? Настя, ты... Слова застревают в горле гробовщика, что с тобой, удивляется Настя, или ты хочешь мне сказать что-то, что не порадует меня? Хочешь сказать, что у тебя еще кто-то есть? Но ты же понимаешь, что это ненадолго, ты же должен догадаться, что я решу все эти вопросы и без тебя. Если на нашем пути еще кто-то появится, то я с ней расправлюсь, дорогой. Зачем ты? Кирилл все еще не в состоянии сказать ничего. Что с тобой, дорогой, спрашивает Настя, это уже совсем не смешно. Кирилл со стервенением бросает телефон в стену, в результате чего аппарат разлетается на множество мелких деталей. Гробовщик хватается руками за голову и начинает стонать. Зачем ты это сделала, тупая сука? Кричит Кирилл в окружающую его пустоту. Ну кто, бля, тебя просил книги менять? Какая нахуй пьеса? Гробовщик идет к холодильнику и достает оттуда бутылку водки, которую выпивает, присев на диван за несколько глотков, ничем не закусывая и не запивая. Теперь ясно, что ритуал снова пошел по пизде. Все усилия и все жертвы были напрасными. Проклятия Мары до сих пор не сняты, а эта поехавшая маньячка будет до смерти преследовать Кирилла, уничтожая всех его прошлых и будущих подруг, мешающих ее мифическому счастью. Гробовщик встает и снова идет к холодильнику. Теперь он передвигается уже совсем не твердой походкой. Он извлекает из хранилища еще одну охлажденную бутылку водки. Кирилл садится на диван и пьет водку из горла. Маньячка никак не хочет оставить его даже на минуту. Она в мозгу Кирилла, как паразитический червь, сверлит его, закапываясь все глубже. Теперь никто не помешает нашему счастью, дорогой. Слова маньячки многократным эхом прокатываются по мозгу Кирилла, отражаясь от черепной коробки, расщепляясь и искажаясь в извилинах. Теперь мы вечно будем с тобой вместе, дорогой. Кирилл выпивает вторую бутылку водки почти до конца. Он пьет до тех пор, пока не отключается. До того момента, пока не перестанет понимать смысл голосов в своей голове. До того состояния, когда он роняет бутылку из рук и без сознания падает на диван.